Часто люди пишут в резюме, что сделал А, сделал Б, сделал С, да? Это пишут и джуниеры, и синиеры. На мой взгляд, этого недостаточно, да? Наверное, очень интересно многим инженерам узнать, как рекрутинговая комиссия принимает решение. Представим, что есть 10 кандидатов, они технически все одинаково хороши, но место всего лишь одно. Как выбрать одного из этих 10? Сегодня нашим гостем был Шамиль Сункаев, ветеран Кремниевой долины, где он провел последние уже 17 лет, а сам вообще родом из поселка Казахстан в Казахстане. Шамиль, что мы с тобой сегодня обсудили? Да, обсудили много тем, но в частности, как устроиться в хай-тек-компанию в долине, как получить максимальную компенсацию, как получить промоушен, кучу вещей про менеджеров, то есть что делать менеджерам, что не делать менеджерам. Ну, Шамиль был свидетелем того, что Twitter вырос, вырастил свою выручку в 10 раз, провел там 6 лет, и при нем компания вышла на IPO. Вторая компания, он работал в Confluent, это тоже на Nasdaq и котируется, то есть огромный опыт менеджерский долине. Фактически переписали книгу Энди Грова «High Output Management». Шамиль написал свою версию этой книги сегодня. Пока в устном виде, да? В устном виде, в аудио-видео формате. Очень интересно, что это получилось. Такое современное, пятое издание книги. Высокоэффективный менеджмент. Всем удачи, надеюсь, вам очень понравится. Всем добрый день. Очередной эпизод N-Factorial Podcast. Сегодня у нас в гостях гости из Кремниевой долины, Шамиль Расункаев. Шамиль ранее был инжиниринг-менеджером в течение 6 лет в Твиттере, и в течение 4 лет был директором инжиниринг в компании Confluent, компания вышла на IPO, очень известная компания. Шамиль, добро пожаловать на программу. Спасибо, что пригласили, очень рад. Ну, наверное, начнем с самого важного вопроса, который такой слон в комнате. Это то, что две компании, где ты работал. Твиттер. Ты присоединился в 2012 году. И за 6 лет ты был свидетелем 10-ти красного роста по выручке. Компания при тебе еще на IPO не вышла. Это первая, да? Она вышла, когда я там был. Она вышла в 2013 осень. Да-да-да. То есть, когда я начал работать, она еще не была. Да, еще не была на IPO. Потом вторая компания, да, тоже глыба компания. Ты пришел туда в 2018 году, когда я был всего 4 года. Да. И она вышла также на IPO. И при тебе выручка 10 раз выросла. То есть, ты был свидетелем таких, действительно, категории, определяющих категорию двух компаниях в течение последних 10 лет, да, видел большой рост. И вот, как бы, наверное, вопрос на поверхности. В чем твой секрет? Как выбирать правильные компании, где работать? Да-да-да. Я думаю, меня нужно звать на работу, и как бы любая компания, куда я приду, 10x. Да-да-да. Случайно просто произойдет. Ну, мне, наверное, легче ответить про Confluent, потому что там было как-то более так осознанно. То есть, когда я уходил из Твиттера, 2018 год, я проходил интервью в разных компаниях. То есть, я не только в Confluent подавал, да, я в Google был, Facebook, LinkedIn, даже Quora. Где-то получилось пройти, где-то нет. И Confluent, это была компания, они мне писали еще в Твиттере что-то, но почему-то я про них тогда не думал. Как бы это была последняя компания, с которой я начал проходить интервью. Почему? Потому что, ну, немножко нужно объяснить, что такое Confluent, да? То есть, есть такая технология Kafka, это open-source Apache Kafka. Я думаю, мы попозже про нее тоже поговорим. И, грубо говоря, люди, которые придумали Kafka, будучи в компании LinkedIn, они работали, да? Там было трое людей. В 2014 году они ушли из компании LinkedIn и основали компанию Confluent, да? То есть, создатели Kafka, которая, опен-сорс технология, они ушли и создали свою компанию. Мне была понятна как бы одна вещь, что Kafka пользуются все. То есть, на тот момент Twitter переходил активно на Kafka со своих других технологий. А другие компании... То есть, Kafka становилась таким как бы стандартом, можно сказать, data stack, да? Или как бы стандартным вообще технологического stack. И, то есть, я видел, как бы такая... Начинается, что такая волна, да? То есть, идет очень хороший такой adoption. Это становится стандартом. И, как бы, на самом деле, для меня это было как очень, не знаю, может быть, наивно или просто, но я как бы посчитал, что вот люди, которые создали эту технологию, которые создают экосистему вокруг этой технологии, не только Kafka, но как бы там managed service, да? То есть, Kafka, которая в клауде, которую тебе не нужно ничего делать, она магически там работает. Потом всякие разные как бы фичи и продукты вокруг Kafka, такие как Connect, KSQL и так далее, и так далее. Ну, то есть, я видел, что развивается экосистема, я видел, что идет такой рост, все пользуются этим. И, на самом деле, было достаточно очевидно пойти в Confluent. То есть, было видно, что будет такой хороший рост. То есть, волна только-только собирается. А вот какие у тебя рекомендации для сегодняшних разработчиков, которые, например, находятся сейчас в Кремниевом Далине, как им выбирать компании для того, чтобы, ну, скажем так, они тоже были свидетелями такого бурного роста? Да, да. Вопрос хороший и сложный. Я не знаю, есть ли у меня однозначный ответ. Но мне кажется, нужно смотреть, какие вот волны идут, да и что как бы происходит в мире. Сейчас как бы AI, да, и так далее, все с этим связано. Наш общий знакомый, например, Даулет, я возьму его как пример. То есть, он работает в Кохир. И вот, например, выбор компании, как Кохир, которые там, они предоставляют модели, они соперники OpenAI, да. То есть, это люди, которые там золотую лихорадку продают, что там эти, да, лопаты и инструменты. То есть, я бы, ну, конкретно бы на данный момент рекомендовал, наверное, больше идти туда, нежели те, кто работает как бы AppStack, которые делают там приложения, потому что, мне кажется, там больше будет как бы... Неопределенности. Неопределенности, больше соревнования, да. То есть, там все пытаются, многие люди пытаются делать одно и то же, но как бы если пойти ниже, ну, не знаю, пускать даже та самая NVIDIA, например, да. То есть, люди, которые делают более такие фундаментальные вещи, более инфраструктурные. Ну, как бы это вот, например, один такой пример. Другой, ну, как бы если в общем сказать, я бы сказал, что если человек, если у человека есть какой-то инсайт, вот, например, не знаю, у меня был там инсайт про Кавку, да. Если у человека есть инсайт в силу того, что вот он работает, что-то знает, и вот он видит, что, не знаю, начинается что-то большое, и что, по крайней мере, на данный момент это маленькое, вот, мне кажется, туда нужно идти. Отличная, отличная рекомендация. А давай поговорим... А может, сразу еще какие-то компании, рекомендации, которые потенциально могут расти, ну, помимо того, что сказали. Вот прям именно уже не рекомендация, как выбирать, а... Да, конкретные, может, компании, при-IPOшные, которые... Да, может быть, какие вы сами рассматриваете. Я, на самом деле, не делал никакой анализ на данный момент. То есть у меня сложный вопрос сейчас. Сам я никуда не хочу идти пока. То есть я бы сделал что-нибудь свое в идеале, да. То есть сложно мне ответить на данный момент. Ну, я бы сказал, вот, не знаю, те компании, которые вот как у Хир, там, не знаю, OpenAI, может быть, глубже в стеке, как-то так. Ну, да, тут, наверное, еще такой подход. Это называется подход выбирать компанию как инвестор. Да, получается, ну, компанию для работы в качестве... Как будто вы инвестор в эту компанию. Получается, там, условно, выбираем компанию после серии B, наверное. То есть после серии B, это, скорее всего, компания не исчезнет через год-два, да, как минимум. С другой стороны, у нее уже есть там известные фонды, которые в нее поверили, в нее инвестировали. И дальнейшая там, как бы, история, это, как бы, вот, совершенно, как ты рассказываешь, да, какая технологическая волна там, как бы, является ли они частью этой большой волны, которая всех накрывает. Да. Кстати, вот одну вещь я бы сказал. Мне кажется, в 2018 год, если взять, и сейчас, сейчас, мне кажется, сложнее вот выбирать такую компанию, которая, не знаю, там, при IPO, и риски, мне кажется, сейчас выше, да, потому что, то есть, многие компании, которые поднимали большие раунды, которые, там, не знаю, особенно вот на последних стадиях, да, late stage, а у многих у них сейчас дела плохи, то есть им сложнее поднимать. То есть нужно быть очень-очень осторожным сейчас, если кто-то работал, то есть смотреть, там, финансовые документы, как бы, нужно идти в место, которое потом, как бы, не упадет, не загнется. Потому что сейчас, на мой взгляд, идти, правят компанию, риск выше, чем тогда был. А что происходит, если компания загинается, там, сразу увольнение или есть какой-то КГЭП? Ну, как бы, увольнение, да, то есть opportunity cost, то есть ты, как бы, теряешь, ты мог бы пойти в хорошую компанию, да, то есть тебя уволят, все акции, которые тебе обещали, на самом деле, это, как бы, да, ноль, ничего, то есть просто на бумаге. Ну, на эту тему, кстати, у меня было небольшое, небольшое, там, видео выступление в Zoom, можно бы там ссылочку туда отправить. Но там основной тезис, как раз таки, в том, что основное материальное богатство, если вы инженер, в долине, он создается не за счет зарплаты, а за счет акций. И там вот как раз в этом, в этом, в этом, в этом, в этом, в такой небольшом семинаре, мы там, как бы, есть рекомендации, в том числе и компании, которые есть. Кстати, такой фан-факт, и Twitter, и Confluent, я, по-моему, шутил, тебе рассказывал, и там, и там инвестор-бенчмарк. Да, и я подумал, окей, то есть я когда не знал про твои будущие планы, думал, что окей, следующий, давай прогноз следующей компании твоей. Либо, может быть, ну, ладно, не будем сейчас так вот спойлерить. Давай, наверное, начнем с твоего детства. Как оно прошло? Окей, ну, я родился в Алмате в 1986 году, далеком. То есть я родился в городе, но вырос в поселке. Есть такой поселок, называется Казахстан. Поэтому, когда меня спрашивают откуда-то, я всегда говорю, я из Казахстана. Казахстан, записай Казахстан. Казахстан, Казахстан, да, такой. Кстати, прикольно, когда ездил на Олимпиады по английскому языку в этой школе, да, то есть я говорил, я из Казахстана, были ребята, которые были из космоса. То есть они такие, мы из космоса. Есть такой поселок, называется Космос. Круто. Как бы, да, один из Казахстана. А кто-то из Санкт-Петербурга, Флорида. Да, может, оттуда тоже, да. Но не здесь. Вырос в поселке. Обычная сельская школа, средняя школа имени Каипова, Талматинская область, Микш-Казахский район. Да, как бы на тот момент у меня не было интернета. То есть такая, знаешь, я не знал, как программировать. То есть даже несмотря на то, что я потом учился на компьютер-сайенс, в то время, когда мы ходили в школу, то есть у нас не преподавалось тогда ни программирование, ничего. То есть, ну, как бы так, да. Такая простая, обычная школа. А получается, закончил твою школу там же, в поселке, да? Да, я закончил ее там, в 2003 году. С первого по одиннадцатый класс в одной школе? Да, в одной школе, да. Уникально. У меня было почти так же, но две школы. И, может быть, какие-то воспоминания особенные, которые вот сильно отличают твое детство от детства наших современных, современников. Да, ну, кстати, одну вещь я говорю я и на работе, тоже когда я себя представляю в своей команде, говорю, что вот я вот вырос в поселке, иногда я пас овец. Ну, наверное, вот этот факт, да? Такой фан-факт. То есть пасти овец на самом деле прикольно. Это был такой мини-поход. Ты берешь с собой, там, не знаю, еду, тетрис у меня был с собой, картошку можешь взять, чтобы там развести костер, спечь картошку. И бараны, овцы, да, то есть они прикольные. Есть такое прямоугольное поле, да, они идут, как бы, едят траву и в одну сторону идут, да? То есть ты можешь сидеть с одной стороны, потом, когда они дошли до конца, побежать туда, развернуть этих, и они постепенно назад идут. То есть такие. У них такое движение. Туда-сюда. Ну, то есть это очень такое... Это летом было? Да, летом. Такая диридическая картина, как в «Алхимике», да? То есть пасешь овец, думаешь о смысле жизни. Наверное, да, не читал, но, наверное, похоже, да. Что было... То есть потом ты приезжаешь к БТУ, как это произошло? И откуда вообще возникла вот идея поступления в КБТУ? Ну, идея КБТУ, вот, насколько я помню, отец привез такую брошюру, наверное, в 2003 году уже, когда перед выступлением такая была брошюра. КБТУ Казахстанско-Британский технический университет только недавно появился тогда. Тони Блэр, по-моему, да, его открывал вместе с... Да, там были фотографии на Азербайве стоит с Тони Блэром. В 2002 году, по-моему, он утрывался, был первый набор 2002, в 2003 год мы были второй набор. И как-то вот так вот, да, то есть отец привез брошюру. Для контекста это был топовый вуз в стране на тот момент, технический, скорее всего. Ну, он, наверное, был такой какой-то новый, ну, наверное, можно назвать топовый или элитный, любят использовать в Казахстане слово. Был такой, да, то есть хороший был вуз, до сих пор он хороший. И да, как-то вот так, да, то есть профессию я выбрал программирование, программно-аппаратное обеспечение вычислительной техники и сетей. Было такое длинное название. У меня дома всегда лежала книжка такая на полке про basic. И мне всегда было интересно, как бы, что такое вот программирование и как бы к технике меня всегда тянуло. Я знал, что Билл Гейтс это был самый на тот момент богатый человек в мире. И как-то вот по таким вот наивным понятиям просто пошел и поднал документы на программиста. И как вообще, ну, скажем так, как первый курс свой прошел, может быть, какие-то воспоминания с того периода? Ну, первый курс мне запомнился тем, что я, мне казалось, что я был самый глупый на нашем потоке, потому что как бы сельская школа и тут ребята, которые учились в городе, там, не знаю, гимназии, лицеи, особенно в математике мне, на мой взгляд, это проявлялось, потому что, то есть, те вещи, которые мы изучали на первом курсе, там, не знаю, что там было, матрицы, определители, мои, кто со мной учился, они все это уже знали. То есть, я на них таких смотрел, как на полубогов, которые уже все знают. И, то есть, вот первый курс, он был такой, как бы, немножко, как бы, я их догонял. Потом, разумеется, огромное отличие поселок, да, и Алмата, и не только, как бы, город Алматы, но еще и здание, в котором там был Верховный Совет, да, что там парламент был, здание КБТУ. То есть, я такой ходил с открытым ртом везде, только начал пользоваться сотовым телефоном. Для меня было открытием то, что с телефона сотового можешь, оказывается, эти смс-ки посылать. То есть, я думал, что телефон, это только говорить. Ну, как бы, такое, да, то есть, как бы, деревенский парень, который приехал в город и как-то там начинает осваиваться. Кстати, вообще, первый семестр на первом курсе, по-моему, очень многих у кого такой огромный стресс. У меня тоже самое, вот ты рассказываешь, я прям тоже самое чувствовал. Все все знают. Я там был большой рыбой в маленьком фрагу раньше в своей школе, и тут, блин, и тут, да, да, и как бы прям сильно некомфортно. Да, 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 да. Ну, это такой, да, как бы выход из зоны комфорта. Я еще помню, мне как бы бабушка с дедушкой, они прислали такие яблоки, ну, в город, да, я на них смотрю и думаю, это так стало как-то грустно. Думаю, наверное, мне вернуться стоит все-таки туда, в зоны комфорта. То есть появился смысл такой, да? Ну, такая слабость, наверное, минутная появилась, типа, ну, вернусь там, не знаю, буду там в поселке жить. Да. Ну, и вот как бы эту складость, сладость, эту слабость нужно, мне кажется, всем людям, кто испытывает, отгонять и как бы все-таки переходить через этот дискомфорт, перешагивать. Ну, и, наверное, он длится, в принципе, один семестр, ну, не более, ну, может быть, два максимум, да? Потом уже нагоняешь. Первый курс, обычно физматовцы, первый курс, они такие расслабленные, и потом во второй курсе, когда все становится сложнее, они такие оп-оп-оп, и потом этот, как бы, это обратный, кстати, обратная, наверное, сторона, когда вы далеко впереди остальных, да, то есть расслабляешься тоже. Да, да, хороший путь. Может быть, еще какие-то воспоминания с того периода, если есть? Так, с того периода. Работал, может быть, вне учебы, нет? Я, кстати, начал работать в 2006-м в народном банке, Холыкбанк. Ну, это была, как бы, такая летняя работа, может быть, практика, можно ее назвать, интерншип, да? В принципе, было прикольно, то есть такой первый был опыт программирования непосредственно, там, на C-sharpy, .net. Я помню, мы сделали такую программу, которая выдавала, автоматизировала выдачу кредитов потребителям, да? То есть в то время были микрокредиты такие популярные, по-моему, то ли Альянсбанк или Альфа-банк, Альянс, по-моему, они делали, и как-то Холык с ними пытался соревноваться, то есть такой был прикольный, интересный опыт. Я там реализовал алгоритм, который по транзакциям на дебетной карточке, то есть транзакции, где человек получает зарплату, высчитывал сумму, которую можно человеку дать в виде кредита. То есть там наивно эти подсчеты, то есть он смотрит, какие даты примерно, то есть вот что-то такое написал там. Получается, в 2003 году ты приходишь к ВТУ, в 2006 ты уезжаешь в Кальфорнию. Как вообще, ну то есть невероятные, то есть приключения невероятные, то есть буквально вчера тебе было некомфортно в Алма-Ате, и то есть через 3 года спустя ты ищешь новый дискомфорт, и как вообще эта идея появилась? Да, эта идея появилась, мне кажется, сокурсник Кенес Бекетаев, который, я уверен, ты его знаешь, по-моему, я от него услышал, то есть он тоже учился в КБТУ, что вот есть такая возможность, так называемый односторонний обмен студентов, то есть КБТУ, и на тот момент университет в Америке, в Калифорнии, назывался северо-западный политехнический, то есть они заключили какое-то такое соглашение, и группа студентов может за свой счет из КБТУ перевестись туда на один год, на 2007, 2006-2007 учебный год, год там проучиться должны мы были и вернуться назад, закончить КБТУ в 2008, получить там диплом, потому что идея была за год в Америке мы должны были как бы брать кучу кредитов, получить там бакалавра в компьютер-сайенс, вернуться в КБТУ и там тоже закончить, получить как бы диплом специалиста. Тимур Тусунович, по-моему, был, наверное, инициатором этой программы. Полтаж Тимур Тусунович был одним из ключевых людей, которые там, которые как бы способствовали заключению. Заключению контракта, да, потому что он был представителем оттуда и связал их с КБТУ. Да, Умаров Тимур с этой стороны, мне кажется, был, Тимур Фаридович. Ага. Классно. Получается, два Тимура создали эту программу и такая первая когорта. Вторая. На самом деле вторая была. А вторая была? Да, до нас еще была первая. А, но они вернулись? Они, у нас было пересечение, то есть они, по-моему, были буквально на семестр, на несколько месяцев до нас туда улетели. Три или четыре человека. Мы прилетели туда. Они были еще там. Они нам рассказывали, что делать можно, что делать нельзя. То есть такой как бы инструкции уже бывалых таких бывалых людей, бывалых парней, да. Америка one on one, да. Да, да. Ну, было, да. То есть мы с ними пересеклись, потом они уехали. Получается, ты приехал в Америку в 2006 сентября? В сентябре, да. В сентябре, да. Я приехал 27 августа 2006. Прямо-прямо-прямо. В сентябре месяце, да. В одно время. Первый раз. И как бы идея была в том, что это был один семестр, вы учитесь там, но это засчитывается... Один учебный год. Один учебный год учитесь там, эти кредиты засчитываются в транскрипте к АБТУ. Да. Но потом возвращаетесь. Да. Суть по всему, вы не вернулись. Вы уже 17 лет там живете. Часть вернулась, часть не вернулась. Причем я никогда не планировал там оставаться. То есть я думал, честно, вот отучусь, приеду назад, и потом вот как вот эта вот метафора, да, лягушка, которая сидит там в воде, и которая медленно нагревает воду, она даже не замечает, как лягушка варится там. То есть у меня примерно, наверное, что-то такое произошло. То есть я закончил учебу, потом понял, что как бы окей, мне могут, мне дают разрешение на работу, и я могу, есть такое понятие optional practical training, да, OPT. Это такой легальный термин. То есть студент, закончивший в Штатах, он может работать некоторое время, и я такой окей, как бы поработаю, всегда успею вернуться, да. То есть фраза, которая меня успокаивала, это то, что всегда успею вернуться. То есть пройду практику, поработаю, потом получил рабочую визу, и как бы и вот 17 лет. Все пошло, да? Ну да. И окей, получается, один год вы там провели, потом опция была вернуться, вы решили там остаться. Что вы делали дальше? Ну, часть осталась, да? То есть часть, большинство вернулись сюда, в Казахстан, то есть они закончили КБТУ, часть осталась там. Мы удаленно закончили КБТУ, мы как бы учились удаленно, сдавали тесты, приезжали сюда, прилетали несколько раз на госэкзамены и так далее. То есть мы как бы решили, не знаю, хеджировать свои риски, получить этот диплом тоже. Хотя на самом деле, я не думаю, что он пригодился, но на тот момент было непонятно это, да? То есть мы закончили и начали как бы свой трудовой путь там. Кстати, вот один момент, да, интересный был тогда, такой смешной. Когда мы учились, мы проходили практику, и с этой практики меня и моего друга уволили. Как это было? Ну, я как бы, на тот момент было обидно, но на самом деле, особенно будучи менеджером, я понимаю, что в принципе правильно сделали. Короче, мы доставали нашего менеджера тем, что мы работали днем, а вечером учились. И мы достаточно регулярно, видимо, спрашивали нашего менеджера тогда, типа, вот, а можно вот мы придем в это время, а можно вот в то время? То есть мы все время как-то просили менять нам расписание по каким-то причинам, да, и вот у нас то ли выпускной был, то ли еще что-то, и мы такие, можно мы, мой друг, ужас, он в чате переписывался с менеджером, он написал, типа, можно нам вот перенести? И он ему в чате говорит, все, ты уволен. И, кстати, Шамиль тоже уволен. И он приходит ко мне в комнату, такой грустный, говорит, Шамиль, тебя уволили. То есть меня уволили через чат моего друга. Да, да, ну, то есть, он просто не хотел больше, как бы, придумывать, отвечать на эти вопросы. Ну, ему, видимо, расписание с нами, менять туда-сюда. То есть я в тот момент понял, что как бы в Америке увольняют очень быстро. До этого я только в фильмах видел, да, что типа, you're fired там. Да, как раз, наверное, в тот период Трамп, это шоу было, по-моему, в тот период. Я тогда даже не знал про него. Может быть, может быть, да. Ну, и это такой первый, первый такой, как бы, профессиональный опыт. Заканчиваешь там вуз, и как, как ищешь работу там? Была ярмарка, вакансии в университете. Я там познакомился с двумя людьми, которые, у них была небольшая компания, она называлась сначала Инфоклад, потом они переименовали Комити Дизайнс, об этом никому ничего, разумеется, не говорит. То есть такая небольшая компания, как потом я узнал, такие типы компаний называются Body Shop, да, то есть Body Тело, то есть люди, которые отдают в найм своих работников, да, то есть как контракторы. Аутстаффинг, да, это получается? Ну, типа да, аутстаффинг, да, и Памда вроде бы таким занимается. То есть я работал как консультант, технология, с которой я работал, это Salesforce, то есть Salesforce как бы CRM-система, но и это на самом деле платформа, на которой можно программировать, делать разные кастом вещи. То есть меня вот в тот момент очень заинтересовала почему-то вот эта как бы отрасль, связанная как бы SaaS, Salesforce, Platform as a Service, и несмотря на то, что как бы сейчас уже до сих пор эти вещи такие, знаешь, Cloud и SaaS модными являются, то есть Salesforce, он это начал в 1999 году, да, как бы я вот этим начал заниматься, стал консультантом и работал, то есть на разных проектах, да, то есть заключается, компания заключает контракт с заказчиком и я и другие люди, мы работаем на проекте. Иногда мы выезжаем в какие-то как бы места, где находится сам клиент. Получается, клиенту нужно установить Salesforce и обучить, да, в чем работа заключается? Ну, зачастую работа такая, что как бы у клиентов уже есть Salesforce, да, то есть они пытались его как-то сами настроить, обычная такая история, да, у них не особо получилось, у каждой компании свои бизнес-процессы уникальные, да, то есть у них очень много своих нюансов, и за счет того, что Salesforce очень такая гибкая система, там опять же, там есть свой язык программирования, даже несколько, мы приходили, как бы изучали проблемы, нам давали техзадания, да, наверное, называется, то есть говорили, что нужно делать, и мы как бы все под ключ это делали, да, то есть вся имплементация, тестирование и так далее, обучение персонала, и как бы вот так, от компании к компании эти проекты были такими уникальными и как бы интересные. Может быть, плюсы и минусы работы в аутстафинговой компании? Ну, плюсы, мне очень нравилось то, что такая как бы уникальность проектов, потому что, как бы любой проект, он по-своему уникален, то есть уникальные, уникальные там проблемы, люди были тоже интересные, то есть приходилось работать, там, не знаю, от CEO, от главы компании до разработчиков, там, IC, individual contributors, которые там код пишут и так далее, то есть нужно работать с большим количеством людей, то есть нужно понимать как-то и бизнес-сторону, и то есть говорит, ты должен хорошо communication skills, и дизайн делать, то есть такая разносторонняя работа, это нравилось. Фундаментально, что мне нравилось и почему я ушел, это то, что как консультант я зачастую не мог сделать то, что я хотел, да, то есть я, например, вижу, как вот нужно сделать правильно, но, например, по контракту деньги закончились, и ты как бы уже все, да, то есть ты такой как бы как автомат, куда закидывать деньги, если монетки закончились, то ты даже, что бы ты там не хотел делать, ты это не можешь делать, то есть главное, фундаментально, на мой взгляд, проблема такая, и ты как бы не живешь с последствиями своих действий, да, то есть у тебя нет такого long-term ownership, ты как бы не живешь с плодами своего труда, а плюс политика иногда бывает, для меня было интересно то, что начали проект, и по ходу проекта выяснилось, что есть группа, другая группа людей в той же компании, которая хочет, чтобы наш проект провалился, и то есть такие моменты бывают, политические. А их в чем интерес? Ну, видимо, они как-то выступали за какое-то альтернативное решение этой проблемы, может быть, как у них salesforce, а что-то другое, да. то есть внутри компании? Да, внутри самой компании. Внутри самой компании, то есть может быть такой саботаж, да, еще? Да, да, может быть такой саботаж. Давай вот расскажем про, ну вот на СНГ, что в рынке salesforce мало пользуются, здесь есть Bittrex, 1S Bittrex, по-моему, и там Amos CRM в первую очередь, ну, это как раз, то есть более узкие, наверное, продукты, там, как бы учет клиентов, да, Customer Relationship Management, да, там есть для отдела продаж тоже инструменты, есть, ну, в 1S, понятное дело, там, учет, складской учет, ну, вот, наверное, это первое, что в голову приходит, может быть расскажешь про, ну, на тот момент, как ты видел, salesforce, какой он давал ассортимент, скажем так, функций продуктов, что там, что в этом, когда мы говорим salesforce, что там подразумевается? Ну, salesforce, он был, как бы там были 3, ну, пусть будет 4, да, главные части, то есть первая часть это была sales, то есть все, что связано с отделом продаж, а другой с force, силой, нет? да, ну, и сила тоже там была, то есть все от начала до как бы вот lead, да, lead gen, то есть когда ты генерируешь lead, то есть потенциальные клиенты, потом tracking их, то есть грубо говоря, такая база данных, да, где ты хранишь информацию о клиентах, учит там звонки, которые с клиентами, они там как бы все это в одном месте, то есть продукт для sales, был продукт для маркетинга, то есть вот эти маркетинг campaigns и так далее, то есть там поменьше было функционала, я помню, salesforce они еще купили какие-то, купали другие компании, поглощали, чтобы свой, они называли это marketing cloud, и Марк Бениов, кстати, он очень такие, мне кажется, под его предварительством, они делали интересные такие маркетинг компании, сами, сам salesforce, то есть у них был такой знак, они перечеркнутые software, то есть no software, и такой SaaS, и такое облако такое, то есть они очень сильно это продвигали, так вот, marketing cloud, вторая часть salesforce, да, это были одни из пионеров, да, пионеры SaaS, они создали эту категорию, мне кажется, да, то есть можно им это, да, такой кредит дать, и третье, это был support, то есть люди, которые делают, не знаю, там customer service support, отвечают на звонки, то есть вот трекинг всего этого, support case, четвертая часть, это как бы в общем горизонтальная платформа, которая, по-моему, до сих пор называется force.com, то есть это платформа, где есть язык программирования, похожий на Java, он называется Apex, есть язык программирования был, они его переименовали в Lightning, по-моему, сейчас, ну это что такое, на GSP похожее, то есть ты можешь делать такой markup language, где ты можешь страницы, да, чтобы тебе веб-страницы делать. Не путать с GSP, GSP, да, JavaScript. Да, да, не путать с этим, да. И, то есть на этой платформе ты можешь, по сути, выстроить, ну, наверное, практически любое решение, то есть ты там, ты пишешь сам код, да, и любая бизнес-логика может быть там реализована, ну, в каких-то пределах, потому что это все-таки, это не как AWS, там, или обычный клауд-провайдер, там много очень ограничений и рамок, в которых ты должен действовать. В этом плане, конечно, уникальная компания, я так понимаю, у них конкуренты абсолютно везде, то есть в клиентском сервисе, это интерком, да, в CRM тоже там очень много игроков есть, маркетинги тоже, компания, ну, то есть у них и Microsoft тоже пересечение идет большое, да, с инструментом для продуктивности. Я помню, у них был период, когда они покупали очень хорошие домены, work.com, do.com, да, то есть Dreamforce у них как конференция есть. Да, она Dreamforce, когда проходит... Студни Робинсон. Студни Робинсон, да, из Сан-Франциска он как бы пробку превращается, все местные жители ненавидят эту конференцию. Расскажи, может быть, ну, вот как вот, это не работало, может быть, какая репутация есть у компании, может быть, как бы мы сказали, как о ней, как пионере, может быть, еще что-то расскажем про Science Force, потому что компания действительно такой особняком стоит. Ну, на тот момент, потому что я уже давно этим не занимаюсь, с 2012, да, получается, нет, чуть позже, ну, в принципе, давно уже, но на тот момент, наверное, была такая аура, как пионера, то есть это люди, которые придумали Science, Dreamforce, как такой маркетинг события, да, было огромным, то есть там был большой пиар, они туда приглашали больших звезд, это было всегда такое яркое событие, они арендовали, то есть в Сан-Франциске знаменитые вот эти здания, да, Москоне, Москоне центр, то есть такие знаковые здания и так далее. Ну, мне кажется, да, то есть такая аура, как пионеров, люди, которые сметают старые подходы, да, вот то, что вот конкурент их на тот момент, это были вот Sibble, Oracle CRM, и, по-моему, в итоге Oracle купил, да, Sibble потом? Да, Oracle купил их, но, мне кажется, им это не помогло, на мой взгляд, потому что вот все проекты, которые, вот где встречалась Sibble, это все были проекты, где мы просто убирали Sibble и ставили Salesforce вместо него, то есть это такое, как бы эпоха, то есть компания, которая меняет эпоху, да, то есть софтвер, где ты там покупаешь диски, все устанавливаешь, он прем, все это у тебя, и тут у тебя через браузеры, как SaaS, все работает магически, вот на тот момент это была какая-то такая магия, то есть это еще не было так распространено, как сейчас, и вот, не знаю, я помню, в каком году они купили Quip, это, наверное, было в 2018, Quip было всего 4 года, это был такой топовый, такой вот конкурент Google Doc, я помню, активно им пользовался, это было там, там можно было там комментарии писать, я не помню, что он был, а, наверное, был, я уже подзабыл основной функционал, но тот период, когда был Quip, я перестал Google Doc пользоваться на короткое время, потом обратно вернулся, когда как бы Salesforce их купил, но это действительно получается абсолютно такой осьминог, ну, то есть заходить, то есть если что-то вы делаете для продуктивности сотрудников, то скорее всего Salesforce, это сфера его интересов. Да, да. Давай поговорим про твою следующую главу, да, после, после этого в 12-м году ты присоединяешься к Twitter. Да. Как вообще это было решение принято, и, да. Ну, в обоих случаях, мне кажется, когда я уходил из, компания называлась Committee Designs, перед Twitter, из Twitter, тема, наверное, такая общая, что мне, в принципе, надоело делать то, что я делал, я понял, что как бы не хочу я быть консультантом, да, то есть по тем причинам, которые я сказал, и вообще сам стэк Salesforce-овский, я начал чувствовать, что он немножко меня ограничивает, то есть ты, это как бы, грубо говоря, ты не можешь делать сам Salesforce на их стэке, то есть там очень много ограничений, да, ты не можешь общего, как бы, пользования, прям такую крутую вещь сделать, многие интересные вещи можно сделать, но не все, то есть было как бы в технических рамках немножко узко, и как консультант я больше не хотел работать, я хотел работать на продуктовую компанию, которая, как бы, которая есть свой продукт, который, ну, в идеале популярный, а Twitter, ну, я в тот момент, кстати, вот проходил интервью с самим Salesforce, то есть они уже готовы были мне оффер дать, в какой-то момент я решил, что, в принципе, я буду там заниматься тем же самым, и пошел, подал в Twitter, у них была позиция, именно как бы force.com разработчик, и, да, так получилось, что я прошел, это нужно для того, чтобы менеджить их рекламодателей, да, получается? У Twitter, Twitter делает деньги в основном, да, 90% за, то есть они продают рекламу рекламодателям, да, и чтобы вот менеджить все вот эти бизнес-процессы, они для этого использовали Salesforce тогда, ну, я думаю, до сих пор тоже используют, и вот как бы им нужен был человек, который этим все это понимает, этим может заниматься. Какая культура в Twitter? Ты там провел 6 лет, как бы ты описал культуру в Twitter, но в тот период, наверное, тогда был, по-моему, это было еще до Джека, это там был, как бывший стендап-комик, сейчас как его зовут? Дик Костел. Дик Костел, точно. Дик Костел, кстати, вот то, что ты сказал, то, что он был стендап-комик, это было очень прикольно, то есть всегда, когда он выходил на сцену, это был такой мини-стендап, то есть он как глава компании выходит, там что-то говорит, всегда у него были шутки, всегда он знал, как работать с аудиторией, а совершенно, то есть другой подход, как у Джека Дорси. Джек Дорси – это человек, который просто монотонно говорит все, то есть можно уснуть. Он такой, это как этот мессия в церкви, да, там такая больше. Да, 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 он такой, мне кажется, в церкви тоже бы уснули. Ну да, да. А если говорить про вот как бы в команде, как эта компания выглядела, может быть, какие там были традиции? Да, ну компания, компания была очень открытая, на мой взгляд, особенно когда вот 2012 год, когда она была еще, не вышла на IPO, открытая в том плане, что как бы вся информация, которая, то есть решения, которые принимаются, почему они принимаются, как бы все это было, говорилось об этом открыто, да, были такие, наверное, у Google они переняли вот эту вот традицию, они ее называли tea time, когда вся компания собирается, там все топовые менеджеры на сцене отвечают на все вопросы, ну то есть была такая, не знаю, демократия, открытая компания. Каждую пятницу, да, это? Да, это было, не помню, каждую пятницу или раз в две недели, ну примерно так, да, то есть собирались, то есть для меня это было такое что-то новое, интересное, то что так как бы информация никак не скрывается, обо всем все говорится, то есть это было прикольно. Ну, разумеется, как бы культура еще была, мне кажется, интересна тем, что был такой рост, да, то есть была такая динамика, такая как бы бурная деятельность, когда я пришел в 2012 году, ну в прошлом, в 2012 году у них, по-моему, была выручка 300 миллионов, до этого было 100 с чем-то, то есть для компании такого размера это было очень мало, то есть вот начало вот этого пути, когда все росло, то есть это было им очень интересно, то есть такая как бы атмосфера того, что как бы вот все только начинается, как бы все лучше еще впереди, и как бы вот такой эксайтмент. Ну да, и вот, наверное, к 2012 году, ну это уже тот момент, наверное, инжинирингами были более-менее решенными, но вот до этого у Твиттера традиционно была вот эта репутация, что вот этот синий кит постоянно все лежит, я помню, в 2009-2010 такое вот сейчас происходило, особенно когда там что-то, я что-то качер писал, наверное, в Твиттере, или Джастин Бибер, я не знаю, то есть расскажи, пожалуйста, про вот инжиниринговые вызовы, которые были в Твиттере в тот период. Да, ну Твиттер был, вот как ты говоришь, наверное, до 2012 года таким, как бы это был Ruby on Rails application, который назывался внутри Твиттера Monorail, насколько я знаю, это была самая большая в мире имплементация Ruby on Rails, и вот эта вот архитектура, то есть, она, да, все время падала под трафиком, она не работала, и я как-то случайно увидел как бы старую картинку старой архитектуры Твиттера, и там большая часть ее была вот именно про Эштана Кучера, да, то есть прям там его имя было написано, то есть настолько было все сделано, ну как бы, не знаю, на этом, да, на скотче, что вот на одного человека нужно было выделять часть инфраструктуры, то есть не скейлилось ничего. И был большой переход на микросервисы, на... И паски, да, у него, по-моему, был? На JVN, на Scala, да, и этот путь, на самом деле, он занял очень-очень много лет, то есть даже когда я оттуда уходил в 2018-м, еще были сервисы в Твиттере, которые работали на Ruby on Rails старом Monorail, то есть вот этот переход от Monolith к микросервисам, он был очень долгий, как при тебе, да, он начался до меня и продолжался все время, пока я там был. Ну то есть, если начал как большой такой, большой монолит на микросервисы достаточно долго, особенно потому, что самолет летит. Да, самолет летит, да, он летит, он набирает высоту, не знаю, пассажиров больше становится в полете. Скажи, может быть, какие-то вот такие вот большие воспоминания, связанные с Твиттером? Ну, наверное, как бы большие воспоминания. Первое, наверное, это то, что Твиттер долгое время там не было как бы единого мнения, что такое вообще Твиттер, то есть, ты мог как бы походить в компанию, всех поспрашивать, и каждый человек тебе скажет что-то такое одно, да, то есть, не было такой, как бы стратегии и понимания какого-то юзкейса, что вот Твиттер это вот это. И только после того, как вернулся туда Джек Дорси в 2015 году, как бы они сделали вот этот, использовали Jobs to be done framework, и как бы пришли к выводу, что вот все-таки Твиттер, большинство людей им пользуются для того, чтобы знать, что происходит в мире, да? А какие-то были другие, может, варианты? Для чего там? То есть, там был, я помню, был вопрос, что ты делаешь сейчас? Это был период, потом what's happening, менялся этот вопрос часто? Он менялся, даже, честно говоря, не помню, какие были альтернативы, но вот то, что вот как бы объединил, это Twitter is what's happening. Твиттер это то, что происходит. И вот как бы вокруг этого юзкейса потом более-менее стратегия начала выравниваться, и как бы все начали как бы тянуть в одну сторону, какой-то появился вот такой вектор, куда все направлялось. То есть, урок такой, что, ну, наверное, никогда не поздно найти, то есть, пойти по правильному пути, это одно. Второе из минусов Twitter, на мой взгляд, это вот Twitter, это был такой продукт, который по большому счету очень сильно не менялся, да? То есть, он как бы, то есть, вот эти примитивы, да, базовый твит и так далее, и все, что вокруг него крутилось. То есть, на мой взгляд, не хватало вот этой скорости итерации продукта. А с чем это связано было? Почему? Мне кажется, ну, у меня как бы как у менеджера все вот эти вот такие вопросы сводятся к тому, что как бы нет плохих команд, есть плохие лидеры, да? То есть, я думаю, все-таки это как бы такой вопрос для лидершипа, именно для топ, для топ-лидеров. Ну, например, вся компания, когда пришел Jack Dorsey, по-моему, 2015-2016 год, шесть месяцев вся компания работала над тем, чтобы расширить твиты от 140 символов до 10 тысяч. Уже все было готово, шесть месяцев все работали, и прямо перед запуском Jack сказал, все, мы не будем это запускать. Потому что ему не хочется? И он не объяснил это. Ну, видимо, как-то вот он испугался такой большой. Мне кажется, он просто испугался, сделать такое большое как бы большое изменение в продукте. И как бы вот, как бы шесть месяцев вся компания работала, да. И мне кажется, вот, наверное, вот это вот такой показательный пример, который, на мой взгляд, объясняет, почему, не знаю, Twitter не стал Facebook, и так далее. Не потому, что там как бы инженеры плохие, да, вот именно как бы не было такой как бы смелости развивать продукт, делать какие-то, принимать смелые решения без оглядки назад. То есть, это был всегда такой консервативный, такой итерации немножечко такие, по чуть-чуть, по чуть-чуть вперед. Ну да, это, кстати, если сравнивать даже Дорси и Зак, Зак это хищник, который просто сметает все на своем пути, а Зак это такой зен-монах, который там принимает свою холодную ванну, медитирует. Ну такое, такое впечатление, да, и, наверное, не так, может быть, не настолько у него сильные амбиции, может быть, по покорению мира. Ну, может быть, У Зака, кстати, есть обидное выражение про Твиттер, он говорит, что это клоунская машина, которая упала в золотой рудник, да, a clown car that fell into the gold mine. Вау! То есть, им повезло, да? Ну, тебе повезло, да, то есть, дурачки оказались в золоте. Ну да, но был, кстати, был период, когда они активно обсуждали acquisition, да, то есть, он встречался с Эваном, Эван, Джак и третий, Бист, Бистон, да, третий кофаундер, да, они там активно пытались, то есть, не нашли, по-моему, общего языка. Они не нашли, кстати, это описывается, вот есть книжка, называется Hatching Twitter, вылупление Твиттера, она вот покрывает это время вот с самого начала, 2006 год, по примерно 2012. Классная книга, надо по ней, по ней сделать фильм. Да, да, Ник Билтон, там столько драмы, да, то есть, Джак Дорси, который мы знаем, ну вот, наверное, позже, такой вот там, совсем по-другому видится, да, да, технически. Какую трансформацию, может быть, расскажем, кратце, чтобы люди не читали эту книгу, может быть, твои главные. Детали не помню, но мне запомнилась вот именно трансформация самого Джака Дорси, да, то есть, это был человек, который такой, ну не знаю, какой-то был неформал, да, программист, там, ходил с синими волосами, я ничего не имею против, ничего этого, но просто я описываю, какой он был, да, такой был как бы, не знаю, хиппий, может быть, можно сказать, и стал, это было одно, да, потом это был человек, который присваивал чужие заслуги себе, да, то есть, там, когда позвали его, этих кофаундеров, на какое-то мероприятие было, как создатель Твиттера, он туда пришел, неприглашенный, и всем начал говорить, что это он создал Твиттер, то есть, человек, который такой, как бы, амбиции, эго, делает такие вещи, и потом он, на мой взгляд, то есть, по ходу этой книги, и потом, после этой книги, разумеется, тоже, на мой взгляд, он прошел такую трансформацию, стал таким, ну не знаю, как бы, более взрослым, что ли, каким-то, вот на самом деле, за это ему большое уважение, Джаку Дорси, он же еще другую компанию создал, The Square, в которой дела были хорошо, и вроде сейчас тоже хорошо идут, как бы, для меня книжка была, наверное, частично про это, ну и, разумеется, все вот эти интриги, которые там в Твиттере, про них интересно было читать. Там еще был тоже четвертый фаундер, Noah Glass, он, он как бы тоже фаундер, который, по-моему, даже придумал идею Твиттера, Джак ее имплементировал, и, но он остался за пределами вот летописи истории, да, потому что там его выгнали, ну там, там много, на самом деле, там, наверное, эту книгу очень почти невозможно пересказать, но она описывает как раз-таки такую веху, да, есть, по-моему, в Ютубе видео старое, 2006 года, кажется, когда Биз, Эв и Джак приходят на какое-то маленькое шоу, Ютуб шоу, да, Ютуб буквально был там год-полтора, и они там, типа, Эв и Биз, они такие, типа, менеджеры, а Джак, это их наемный разработчик, и он им показывает сайт, как там Twitter работает, такой, ну, в общем, интересный был период. Может быть, что еще можно сказать? По Twitter у меня тоже интересный вопрос есть. Какая там была корпоративная культура в плане, вот, какие-то вот моменты, которые были бы интересны вот нашим казахстанским зрителям, там, какие-то, не знаю, американские вечеринки они устраивают звезд, или там они вообще более такие консервативные, Twitter, в отличие там от других компаний. Да, вот в этом плане, кстати, в плане вечеринок они были, на мой взгляд, более либеральные. Вот звезды туда приходили всегда. До меня туда, вот, кстати, в этой книжке, по-моему, тоже описывается, туда пришел этот Snoop Dogg, всех там накурил, да, и ушел. Когда я там был, туда все время приходили звезды, космонавты, вот мне запомнился один эпизод, когда туда пришел из сериала Breaking Bad, как он называется по-русски, во все тяжкие, да? Джесси Пинкман, Аарон, как его зовут фамилия? А, да, да. Забыл, какая фамилия. Я не помогу. Он туда пришел, да, у меня был интересный момент с ним, он пришел, выступал на сцене, там была такая очередь, все хотели с ним сфотографироваться, никого к нему не подпускали, и потом как-то его выследил, куда-то они вышли в коридор, и вот был момент, где вот он был один остался, я к нему подбегаю, говорю, Аарон, я твой фанат, можно сделать селфи, достаю твой телефон, думаю, что я делаю селфи, но из-за того, что я был такой перевозбужденный, вместо кнопки вот этого вот звука, да, где сфоткать, я нажал на кнопку Power, нажал, убежал такой довольный, что сделал с ним фотографию, потом открываю этот телефон, там ничего нет, ты такой, в тот день мне было грустно, ну, как бы вот такая культура была такая, ну, не знаю, прикольная, то есть там был свой кафетерий тогда, они очень много денег тратили, кстати, на еду, туда приходили, то есть такой был мини-гугл, чем-то был похожий на гугл на самом деле, то есть такая открытая компания, люди туда приходили, вечеринки тоже всякие были разные, ну, то есть было так прикольно. Может быть, какие-то твои, как ты вырос как менеджер там? Может, какие-то вы Шамиль-2012, Шамиль-2018, как бы какие-то, найди 10 отличий. Да, ну, наверное, отличий было много, и вот как бы мое становление как менеджера, оно началось в Твиттере, и мне кажется, как бы основные уроки я усвоил там, да. Менеджером я стал в 2014 году формально, я это имею в виду, что как бы у меня были люди, то есть я был до этого так лид, где-то года полтора, и у меня было пять человек, которые как бы репортили мне, были в моей команде, и вот после этого я стал в 2014 году менеджером, и команда была по-моему 14 человек в общем, то есть достаточно большая команда. Первый урок, это вот буквально первую неделю приходит инженер ко мне и говорит, мне мой предыдущий менеджер, который ушел, обещал промоушен, то есть либо ты мне даешь промоушен, либо вот мне нужны деньги, то есть увеличение зарплаты и так далее. Я не знал, что делать, я был, ну, буквально первая неделя как менеджер, такой шантаж, это как вот заложники, вот такой выкуп мне нужен. А увольнять нельзя, да? Ну, как бы, ну, можно как бы, но это хороший сотрудник, он как инженер, он очень хороший. Я пошел к своему менеджеру как бы за советом, да, он мне говорит, ты узнай, сколько он там хочет. Я пошел к инженеру, говорю, а сколько ты хочешь? Говорю, такая-то сумма на зарплату, такая-то сумма на эти стоки, да? То есть акции, да. Потом я пошел к skip-менеджеру, то есть менеджеру моего менеджера. Тот был более опытный и он мне говорит, он мне такую фразу сказал, что типа this is no go. Типа все, это никуда, никуда не, то есть не должно такого быть. Он говорит, нет, мы никакие не будем выполнять эти требования. То есть в итоге я пришел к этому инженеру, сказал нет. Он ушел из компании, то есть он как бы, он сказал, типа я либо уйду, он пошел ва-банк и как бы вот такой был интересный один из первых. Он не блефовал? Нет, он не блефовал, да. То есть он сказал, для него это было принципиально. Он не блефовал, он ушел, да. И мой старый менеджер, я помню, он мне пишет, там говорит, sorry, говорит, что так случилось первая неделя. Добро пожаловать в менеджмент. Да, 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 такой добрый курс, краш-курс, такой менеджмент. И вот как бы с этого началось. То есть я понял, что работать с людьми непросто и как бы много-много всяких уроков там изучил. Может быть, еще что-то вспомнишь? Портрет сильного инженера. Портрет сильного инженера. Ну, на мой взгляд, субъективный портрет сильного инженера. Ну, разумеется, технические как бы навыки, то есть он сильный с технической точки зрения должен быть. Но еще качество такое, чтобы как бы делать вещи вопреки препятствиям, да. То есть есть люди, которые, ну, не знаю, умный человек, там, не знаю, может сказать, да, вот там та проблема, есть эта проблема, есть проект, не получается, не могу это, те люди то говорят, да, то есть как бы это вот не сильный, да, инженер. Сильный инженер – это который идет как бы на пролом, который делает. Несмотря на то, что инженер, он, там, не знаю, пойдет поговорить с продакт-менеджерами, пойдет с легалом поговорить с маркетингом. То есть то, что ему нужно сделать, проект довести, он не ставит себе задачу, что вот я должен только код написать, да. Он ставит задачу, что я должен довести проект до конца. И вот я бы так охарактеризовал. Разумеется, я не имею в виду, что он должен все абсолютно сам делать. Он может прийти за помощью ко мне, сказать, типа, вот там, не знаю, Шамиль, мне не получается это, можешь мне помочь. Но я думаю, что инициатива должна от него, как бы от человека исходить. А если говорить про менеджера, как бы ты описал? 10x менеджера. 10x менеджера, да. Вообще менеджерам быть сложно, как я это понял по ходу своей деятельности. Но для меня менеджер – это тоже, ну, я бы, наверное, так охарактеризовал, да, вот это сказал менеджер моего менеджера в Твиттере. Он сказал, что как бы задача менеджера – это сделать команду, которая выигрывает. То есть как бы вот у тебя должны быть успешные команды, которые выигрывают. И вот на мой взгляд роль менеджера заключается вот именно в этом, да. То есть ты должен сделать так, чтобы польза твоей команды для компании была максимальной. И при этом, чтобы люди были тоже как бы счастливы. То есть ты можешь, по идее, сделать так, чтобы там, не знаю, все работали там 80 часов в неделю, но, разумеется, все выгорят, какие-то результаты будут. То есть это не будет такой как бы долгосрочный sustainable, да, путь. То есть человек, менеджер, Тенекс-менеджер – это человек, который, несмотря на все сложности там с набором персонала, с моральными там какими-то вопросами, когда кто-то себя там, не знаю, плохо чувствует, несмотря на все невзгоды, на все проблемы, делает так, что его команда успешная. А если говорить про твой стандартный, стандартную неделю, да, в Твиттере, как она выглядела? То есть были у вас там какие-то тематические дни, может быть, или какие-то ритуалы менеджерские? Ну, то, куда как бы я тратил время, менялось со временем. Вот, допустим, был один момент, когда очень нужно было много набирать людей на работу. И это был момент, когда Твиттер не был уже, вот он уже вышел на IPO, то есть до IPO это была такая как бы крутая компания, куда хотели все пойти. После IPO это был как бы, окей, есть другие там, не знаю, есть Uber, есть Airbnb, есть другие при IPO компании, которые люди хотели. И в тот момент я тратил очень-очень много времени, мне кажется, больше половины на то, чтобы как бы проводить интервью, там, не знаю, писать потенциальным, ну, то есть инженерам звать их на работу, как-то их привлекать. То есть в тот момент было это. Ну и, разумеется, на команду тоже много времени уходит, то есть там one-on-one с людьми, потом смотреть, чтобы все проекты там выполнялись, там, вовремя, качественно и так далее. Ну, грубо говоря, в тот момент было 50 на 50. То есть если нет нужды набирать людей так активно, то тогда, наверное, я бы больше времени тратил на то, чтобы как бы помогать команде двигаться в нужном направлении, помогать людям с карьерным ростом, то есть это одна из таких тоже важных вещей, да, чтобы люди чувствовали, что они растут в карьере, потому что как бы в долине инженер, по сути, у него открыто очень много дверей, то есть если человек не счастлив, по каким-то причинам, в Твиттере или где бы там ни было, он может уйти, если такой сильный специалист, он может как бы завтра пойти хоть куда, ему дадут еще больше денег, и как бы задача моя как менеджера была в том, чтобы как бы вот замотивировать, чтобы люди работали, были счастливы и так далее. Ты упомянул one-on-one, как часто ты проводил со своей командой? Ну, в идеале one-on-one я проводил каждую неделю с каждым человеком по 30 минут. Что в рамках этого, ну, то есть это вот интересная практика, там Энди Гроф описывает ее в книге How It Out Management, в чем ее польза и что это вообще за 30 минут, как они структурированы? Да, ну, one-on-one на мой взгляд важны тем, что как бы ты более глубокие строишь отношения с человеком, ну, допустим, у тебя и у меня вот one-on-one, да? Ну, буквально, там, не знаю, там, не знаю, Арман, как у тебя дела, да? Что, на начальном этапе особенно, да, узнать, как там дети, семья и так далее. И потом, самое главное, в процессе, как бы, поднимать вопросы, которые, знаешь, не такие, как бы, то есть не только экзекьюшн, то есть не спрашивать, как этот проект идет, как тот проект идет, а немножко такие мета-вопросы, как бы, что ты, то есть давать фидбэк какой-то, задавать вопросы, пытаться понять, не знаю, чем там человек доволен, чем там он недоволен, и не знаю, то есть такая, как бы, это, как бы, такой сеанс терапии, коучинга, и вот как-то так, вот, не знаю, на мой взгляд. То есть, почему я это говорю, потому что, если менеджер выстроил процессы правильно уже в команде, да, то он уже должен быть в курсе того, что, как все проекты идут, вне one-on-one, да, то есть one-on-one, это такое, как бы, приватное время, где, не знаю, я даже могу у тебя фидбэк попросить на себя, типа, да, вот как я, устраиваю ли я тебя, да, что я делаю хорошо, что я делаю, то есть это, как бы, такой более откровенный разговор по душам, где всплывают вопросы, которые нигде в другом месте, по сути, всплыть не могут, ты их не можешь обсудить, там, не знаю, на общем митинге, это вот one-on-one, такое, как бы, приватное место, где ты можешь фидбэк дать, фидбэк получить, там, не знаю, узнать, какие там проблемы есть, не знаю, промоушен, вдруг человек промоушен хочет, да, как будто, какие у тебя, там, не знаю, амбиции по промоушену, то есть мне лучше это спросить и заранее как-то подготовиться, помочь человеку, чем потом в конце, как бы быть удивленным, что вот, не знаю, Арман уходит, да, потому что он промоушен не получал, а вот откуда я знал, что он хотел промоушен, да, вот, ну, надо было спросить на one-on-one хотя бы такой вопрос задать. Представим, что нас слушает предприниматель, у которого, ну, небольшая команда, там, пусть будет 20 человек, с какой периодичностью ты бы рекомендовал ему, руководителю компании небольшого стартапа, проводить one-on-one своим сотрудникам? Сколько человек? 20 человек. 20 человек. Ну, например, у него там шесть прямых репортов, например. Ну, опять же, на мой взгляд, если шесть прямых репортов, то я думаю, как минимум раз в две недели, да? Как минимум раз в две недели. А у тебя было раз в неделю? Я делал раз в неделю, но потом, когда команда была большая, мне пришлось перейти на раз в две недели. А вот, условно, после того, как вы это сделаете, там, четыре раза, да, заканчиваются топики для беседы, или они всегда появляются? Это зависит от человека. Кстати, у некоторых людей заканчивается, и как бы, если закончилось пораньше, то ты просто... То есть, тогда уан-уан становятся пятиминутным? Да, он может быть пятиминутным, да. Нечего обсуждать? Да. С некоторыми людьми не заканчиваются топики, то есть, ты говоришь и говоришь, и как бы там все время что-то всплывает. То есть, это нормально, что они там пять минут, ну, потому что там, зачем ли время тратить? Да, да. Мне кажется, нужно как бы найти такой индивидуальный подход к человеку, То есть, некоторые люди хотят каждую неделю говорить, некоторые люди хотят говорить раз, допустим, в две недели, но вместо тридцати минут может быть час. Вот у меня так было в конфлуенте с одним инженером, мы говорили, то есть... А о чем он хотел обсуждать? Не знаю, то есть, с чем связано его желание? Ну, желание было в том, что как бы глубже, просто поглубже зайти в некоторые темы, да, потому что у нас как бы все время было так, что вот неделю 30 минут, хотя кажется, 30 минут это много, мы начинаем что-то говорить, какие-то там проблемы раскрывать, то есть, убирать вот эти слои, там, да, только дойдем на чего-то интересного и как бы, о, блин, сори, время, да, и мы такие решили, окей, вот с тобой именно давайте будем делать по часу, раз в две недели, так было, как бы сработало. А как ты это сам организовывал в течение недели? Ты проводил все, например, все семь one-on-one в один день или пытался распределять их в течение недели? Я распределял, ну, я пытался на самом деле подстроиться под инженеров, то есть, мой подход был такой, чтобы как бы у инженеров было как можно больше вот этого, да, времени без всяких прерываний, прерываний, да, ну, потому что как бы, если кто-то сидит глубоко думает, вот этот вот флоу, да, и так далее, то есть, я смотрел на их календари и ставил так, чтобы было им удобно, то есть, мне было в принципе без разницы, как у меня будет, то есть, я по них подстроился. То есть, это фактически замечательный инструмент, чтобы измерить температуру друг друга и быть на одной волне, потому что все-таки команды выигрываются, ну, то есть, матчи выигрываются не только благодаря техническим навыкам, но во многом благодаря правильному, ментальной состоянию, потому что мы все смотрим в одном направлении, такая эмоциональная, такой синхронизация, эмоциональная. Да, ну, и, конечно, тактические вопросы тоже обсуждаются, да, то есть, например, более молодых сотрудников, да, если так можно выразиться, джуниоров, нужно больше направлять, то есть, там, не знаю, я с ними могу обсудить на one-on-one проект какой-то, где они там, не знаю, застопорились и не знают, как делать, то есть, например, был инженер, который работал с другой командой и он просто как-то вот не мог наладить с ними связь, то он какие-то им вопросы задавал, какие-то были зависимости от них, но они как бы особо на него не реагировали, да, и как бы буквально как бы тактические моменты можно обсудить и как бы посоветовать. Ну, ты там, не знаю, ты пробовал там не только имейл написать, а там слэки пингануть, да, а слэки пинганул, не ответили, а ты попробовал там подойти по плечу постучать этому человеку физически в офисе, да, и он такой, ом, блин, а я даже не думал, попробую. Вот как бы такие даже тактические моменты, чтобы люди как бы двигались вперед по своим проектам. Что происходит с менеджерами, которые там условно отказываются проводить one-on-one, или, ну, они там такая, такая у них, может быть, натура более не склонная там к тому, чтобы слушать людей и решать их какие-то человеческие там вопросы. Да. Им нужно опять возвращаться в IC, да, в индивидуал-котрибьюторство, или у них есть шанс на менеджерство? Ну, наверное, шанс есть у каждого, то есть, много здесь такого, знаешь, стиля и, то есть, такой art, но мне кажется, если взять в общем-то, наверное, сложно быть успешным менеджером команды, которой ты непосредственно работаешь с людьми, не как бы выстраивая, не выстраивая такие более глубокие отношения и глубоко понимая людей, то есть, я думаю, что в какой-то момент этот менеджер, ну, наверное, просто, ну, как бы, от него люди уйдут, потому что, как бы, так-так, то есть, я не говорю, у меня нет такого времени и пространства, чтобы сесть со своим менеджером поговорить, как бы, на чистоту, да, мне кажется, в какой-то момент эта система просто ломается, люди уйдут. Вот ты упомянул, что у тебя какой-то был период, когда половину времени занимал рекрутинг, а вот, наверное, очень интересно многим инженерам узнать, вот, как рекрутинговая комиссия принимает решения, может быть, какие-то, ну, такие общие, из публичных данных, может быть, расскажешь какие-то критерии, вот представим, что есть 10 кандидатов, они технически все одинаково хороши, но место всего лишь одно, как выбрать одного из этих 10? Да, ну, в Твиттере вот этот вот процесс интервью, он менялся со временем, со временем эволюционировал, начиналось все с того, что было очень похоже на Google, да, вот, допустим, когда я проходил, было там 5 сессий, по-моему, 4 были технические, там, из них одна беседа с менеджером, что-то в таком духе, да, вот если взять твой пример, 10 человек, одно место, ну, наверное, во-первых, нужно до проведения интервью, нужно определиться, по каким критериям все это будет, как бы, оцениваться, да, то есть нельзя потом на ходу выдумывать критерии, и, как бы, то есть там очень будет много всяких там, как это, байосов, то есть предпочтений, всяких сознательных и бессознательных, то есть нужно определиться, грубо говоря, сделать такую рубрику, то есть вот на эту позицию мы оцениваем кандидатов вот по таким-то критериям, да, не знаю, там технически должны быть такая-то, не технически такие-то вещи, то есть это одно. Менеджерское интервью, то есть одно из них, как минимум одно из этих интервью должно быть менеджерское, и менеджер, на мой взгляд, должен как бы не техническую часть смотреть, а как бы смотреть такие, знаешь, более, ну, наверное, soft skills и вещи, например, вот то, что я сказал, то, что я ценю, да, как бы вот способен ли сотрудник, несмотря на все проблемы, как бы идти и добиваться результата, то есть как-то вот такое. Как протестировать эту способность? Я тестирую эту способность на основе тех данных, которые есть уже в резюме, да, то есть, например, человек говорит, там, я работал так-то, так-то, да, то есть я начинаю копать глубже и глубже, например, я задаю вопрос, окей, Арман, какой вот у тебя был самый сложный проект или самый проект, который ты гордишься больше всего, да, ты там говоришь, вот такой-то, такой-то, ну, и начинаем копать дальше, да, вот что там было, какие, то есть я смотрю, какие решения ты принимал, какие ты, какую роль ты играл, Фактически вот этим первым вопросом может быть, какой проект, каким проектом ты гордишься, и потом уже можно постепенно докопать до этого. Да, 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 да. Или, например, вот смотри, даже вот с первого ответа ты, например, отвечаешь на вопрос, чем ты гордишься или какой самый сложный, ты, например, твой ответ такой, что, что-то такое несложное, ты сказал, да, поверхностное. Как бы это уже тоже сигнал, да, как бы вот человек, как бы за всю, там, не знаю, чем длиннее резюме, да, тем больше ожидания, и человек, например, говорит, я не знаю, я там сделал там веб-страницу, да, там что-нибудь такое простое, ну, если просто так выдумать, да, и начинаешь копать дальше, дальше, то есть в итоге, как бы какую-то роль играл, какие были там проблемы, как ты их решал, вдруг за тебя кто-нибудь просто принимал решение, а ты там просто следовал инструкциям, да, то есть очень много нюансов, и они всплывают, когда ты копаешься глубже и глубже. То есть, окей, понял, может быть, еще какие-то критерии есть, которые, кроме технического, помогают принять решение, то есть условно, ну, представим, вот 10 кандидатов, из них 5 умеют доводить начатое, они, как вот Обама, он недавно на эту тему выступал, getting mixed, у него есть способность, скажем так, делать, создавать результат, вот у нас есть 5, шорт-листов из 5 кандидатов, какие еще дополнительные критерии, чтобы одного из коммуникаций, его выбрать. Ну, это как бы, нужно сказать, что это good problem to have, То есть, хорошо, когда есть 5 у тебя таких хороших кандидатов. Ну, дальше, ну, наверное, нужно смотреть на какие-то soft skills, То есть, некоторые нюансы всплывают, например, в процессе интервью, когда вот даже инженеры проводят интервью, они пишут, то есть, человек может написать, интервьюер, инженер может написать что-то в духе, например, ну, как-то там, не знаю, что-то как-то странные были, какие-то ощущения, да? Не знаю, как-то вот он, кандидат отвечал, что-то мне было там некомфортно, да, например. И ты смотришь, например, а вдруг, особенно на это нужно обращать внимание, если это не один датапоинт, да, вот несколько, то есть, если ты видишь такой паттерн, ну, два или больше человек, они что-то заметили, что что-то не так. Не знаю, например, пошел обедать с кандидатом, вот у нас был случай в Твиттере, да, но кандидата повели на обед, и кандидат вообще ничего не говорил. Просто молчал? Молчал просто, да. Ну, а отвечал на вопросы? Да, Ну, это сложно. Нет, по-моему, даже ничего не отвечал, или что-то вот как-то странно было, какой-то, то есть, был какой-то вот такой странный, какой-то коммуникейшн, то есть, обычно, ну, люди, что-то говорят, какие-то там темы, а тут человек просто молчал все время. Ну, вот как бы, я не говорю, что прямо, если кто-то молчит, не берите его на работу, но вот обращать моменты на всякие, обращать внимание на всякие вот такие интересные моменты. В частности, например, я, раньше я, когда проводил интервью, и когда вот что-то такое было, что сложно словами объяснить, то есть, какое-то чувство, такое, ты как бы чувствуешь, что что-то не так. Я всегда думал, типа, да, блин, все нормально, это как бы, это я там себе накручиваю, но вот за счет вот этих вот датапоинтов, которые мне набрались, это был для меня урок, что нужно прислушиваться все-таки к своей интуиции, да. Конечно, это такая, знаешь, шаткая такая тема, потому что, ну, не знаю, опять же, байсы могут быть, да, но вот лично, допустим, если я провожу интервью, и я как-то чувствую, что-то не так, да, вот как-то, не знаю, то ли я вытягиваю информацию, человек что-то не договаривает, или еще что-то, это трудно объяснить, но важно этот факт зафиксировать, и потом важно еще узнать, вдруг другие что-то такое чувствовали, да. То есть, как бы задача такая же, что этот человек должен работать в коллективе, и как бы должен коммуницировать со всеми, то есть, не только там код пишут, и вот если такие моменты возникают, то есть, это сигнал, что, ну, как бы человек, наверное, с ним, не знаю, не так просто будет работать. Вот участники этой комиссии, ну, они отвечают на стандартный список вопросов, покажут, да, в конце, какие-то вопросы обычно? Ну, это зависит, то есть, кто проводит интервью, да? Да, кто проводит интервью. Ну, в Твиттере, то есть, на самом деле, не было все так суперструктурировано, там просто люди писали, как бы свои, не знаю, ощущения. В свободной форме, В свободной форме, то есть, я вот так-то, так-то ответил, и так далее. В Confluent у нас было больше там структуры, там была прям рубрика, и, то есть, там было такое, что если, допустим, на технический вопрос человек ответил так, то там, не знаю, из 5 из 10, если он ответил так, то 7 из 10, то есть, у нас была более такая стандартизация, больше consistency был, вот такой подход мне более нравится, потому что, как бы, опять же, ты заранее определяешь вот эту шкалу, там от 1 до 10, как человек должен отвечать. Ну, как бы, согласно структуре, согласно вопросу, есть у каждого просто своя структура, рубрика, и потом в этой рубрике отвечается. Ну, стандартно в этих компаниях, наверное, это все-таки, возможно, это было Amazon, кто это этим первым внедрил, хотя, а может быть, он взял с Disho, это то, что в конце есть там диагноз из четырех вариантов, definite no, no, yes, и definite yes, да, то есть, явное нет, нет, да, и сильное да, то есть, представим, что вот есть 5 членов комиссии, которые свои, скажем так, решения приняли, как потом делается финальное решение, нужно, чтобы было все 5, чтобы было одно сильное да, или должно быть все 5 сильных да, как вообще это происходит, вот 3-3 или в каком случае. Ну, по моему опыту, в основном, это происходит так, что как бы, финальное решение принимает менеджер. И тут один, кстати, такой нюанс, вот когда есть какой-то комитет людей, который принимает решение, всегда есть риск, что им легче сказать нет, да, ну, грубо говоря, вот представь, допустим, вот там один из этих 5 кандидатов, было все хорошо, но вот что-то одно было не очень, да, и вот очень легко людям, которые проводили интервью, сказать нет, и прицепиться к этому, да, там, не знаю, там, вот этот кандидат, он, у него это не получилось, да, все хорошо, но это, то есть, я думаю, что, ну, когда, как менеджер я принимал решение, мне было важно посмотреть, как бы, несмотря, что вот, несмотря на минусы, плюсы этого человека, они перевешивают ли минусы, то есть, можем ли мы с этими минусами работать, фатальные ли это минусы, то есть, если фатальные, однозначно нет, да, то есть, на мой взгляд, задача человека, принимающего решение финальное, заключается в том, чтобы не просто тупо говорить, окей, там, все должны быть плюсы, да, мне кажется, тогда, ну, не знаю, сложно взять на работу, меня бы тогда в Твиттер тоже не взяли, да, и в Камфу, наверное, тоже, потому что у каждого есть какие-то минусы, и, то есть, нужен такой какой-то более проницательный подход, где ты, в зависимости от роли, в зависимости от того, синир или джунир, в зависимости от контекста и нюансов, ты, как бы, принимаешь такое осознанное решение, и говоришь, что, окей, как бы, вот есть сильные стороны, и они очень сильные, несмотря на то, что есть некоторые минусы слабые, тем не менее, человека берем, да, и ты, как бы, всем этим людям, которые проводили интервью, объясняешь, почему это решение было принято, потому что, особенно человеку, который был нет, да, говорил нет. И условно можно получить так, что один из людей, участников комиссии, сказал, что это явное нет, но из-за того, что остальные, скажем так, объяснили свою точку зрения, этот человек могут взять. Могут взять, да. Но важно провести, как бы, беседу и разговор, и тот, кто сказал явно нет, понять, почему явно нет, и что значит явно нет, то есть это что, через мой труп, через мой труп, окей, но тогда, может быть, не будем брать, да, то есть это, это как бы такой спектр, то есть от 1 до 10, то есть как правило, это было, как это бывает, как правило, вся группа собирается, они обсуждают, как все прошло, и потому что этот человек, допустим, который сказал нет, он не видел вот эти другие грани, да, перформансы этого человека, он послушал, он увидел целостную картину, и он такой говорит, он может поменять. Да, да, он такой говорит, ну, как бы, ребята, да, то есть я вот, теперь видя всю картину, я, в принципе, не против, то есть я уже не категорически нет, я такой как бы, как бы нет, но я не против, да, то есть как правило, это разрешается так, но если кто-то все равно говорит, типа нет, я вот категорически против, только через мой труп, и у этого человека есть без аргументы на это, то тогда, наверное, лучше не брать человека на работу. И тут такой второй вопрос возникает, который часто возникает в компании «Кремль и Долина», это то, что делать, если человек уходит, как его убедить остаться? Можем по найму еще пару вопросов. вот я не знаю, это может быть миф, но я слышу, что некоторые компании используют какой-то софт, который сразу делает первый скрининг, чтобы не рассматривать там десятки тысяч заявок, правда ли это? И используют ли там они, допустим, нужны какие-то этапы, когда сложные решения, смотрят ли на соцсети человека, там, Инстаграм, там, Фейсбук и так далее? Я думаю, такие программы, наверное, существуют, но я, честно, не пользовался, и в Твиттере, и в Камфуенте мы не пользовались такими вещами, особенно в социальной сети, то есть абсолютно не смотрели на это. Там наличие алкоголя в Фейсбуке, все, не приглашаем на интервью. Да-да-да. Нет, то есть у нас такого не было, но я думаю, как бы, что, наверное, есть... У меня сестра, кстати, говорила, она устраивала здесь компанию на одну, и она мне говорила, что когда проходил интервью, был полиграф, то есть этот детектор лжи, и для меня было таким, как бы, чем-то новым. Это анти-хремневая долина, да? Да. И еще вот у нас, мы часто об этом говорили, про то, что вот, про ситуацию на рынке, про джуниоров, кто-то говорит, что берут джуниоров, кто-то говорит, нет, сейчас многие не могут в Казахстане устроиться джуниором, как будто даже больше вакансий за рубежом устроиться джуниором. И вот какой-то совет тем, кто сейчас ищет работу, как составить грамматное резюме, что нужно иметь в резюме джуниор-специалисту из Казахстана? Ну, я бы, наверное, такую рекомендацию дал. Часто люди пишут в резюме, что сделал А, сделал Б, сделал С, да? Это пишут и джуниоры, и синеры. На мой взгляд, этого недостаточно, да? То есть человек должен показать не только, что сделал А, Б и С, вот как бы нюанс, да? Во-первых, в чем была сложность расписать, какова была роль этого человека и какой был результат? То есть в идеале ты пишешь что-то в духе «я свернул горы», ну, как бы если до максимума довести, то есть я не знаю, решил большую проблему, тут такой-то контекст, да? И это помогло, не знаю, там компании увеличить, не знаю, выручку там с 10 миллионов там до 20 миллионов, да? Ну, или не выручить, какие-то ключевые KPI, какие-то показатели, по-моему, Порошенко резюме выглядело так, что при мне биткоин был 100, а когда я ушел, был 3000. Да, вот так, вот так нужно делать, присваивать себе, да? Ну, то есть расписать, то есть вот такие моменты, да? В самом резюме. В самом резюме, разумеется, кратко это сделать, как бы кратко, лаконично, и это, мне кажется, и джуниорам, и синиорам это нужно делать, то есть, да, чтобы человек, потому что я, допустим, как менеджер, который нанимает людей, я читаю, допустим, в резюме, где написано, сделал, а сделал бы, сделал тебе, да? И как бы у меня вопрос, как бы, ну и что, да? Как бы, что это значит? Мне непонятно, какая это была большая проблема, маленькая, сложная, несложная, какой был результат, а вдруг этот вообще проект, как бы, загнулся, и как бы, то есть, нужен вот этот контекст, на мой взгляд. А еще вот интро добавляют про себя в био, там, в резюме, там, в кратко, я такой-то, такой-то, такой-то критивный, там, стоит ли это вообще добавлять? Ну, наверное, тут отличие, да? То есть, как в Казахстане и там. Я особо, лично, лично я особо не обращал внимания на, вот, именно в резюме, то, что био, да? Но мне кажется, вот этот summary, оно, наверное, полезно все-таки, наверное, там есть польза, особенно, чем длиннее резюме, тем ты такой TLDR, То есть, такой summary, то есть, в чем, в чем твоя, какая твоя сверхспособность, То есть, как бы, superpower у тебя какой? В этом плане, наверное, имеет смысл написать. То есть, я такой-то там, не знаю, прокачанный по такой-то теме. Что делать людям, которые, которые, прям, не могут свое резюме сократить до одной страницы? А нужно ли, надо, да, одну страницу? Мне кажется, две страницы, как бы, не так плохо. Окей. Но больше двух не надо. Да, но если вы ученый, то там у вас 100 пейперов. Ну да, там слепейперы, да, там, наверное, много. Но с учеными я не работаю. Такой вопрос, наверное, обратный от рекрутинга, это, что делать? То есть, ну, в среднем, в компании, кремное давление, ну, то есть, от компании зависит, но в среднем, люди не более двух лет задерживаются. Потому что опций много, всегда есть, скажем так, новое, новое, новое золото, скажем так. Трава, трава зеленей. Новая, новая зеленая трава, да, 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 Как, может быть, какие-то у тебя есть советы, подходы, которые ты использовал, чтобы, которые сработали, чтобы убедить ребят остаться? Я, наверное, так отвечу на этот вопрос. Убедить ребят остаться очень сложно и практически невозможно. У меня никогда это не получалось. То есть, если человек дошел до такого момента, когда вот все, я ухожу, это значит, что ты упустил и у тебя много было домашней работы в прошлом, которую ты не сделал, ну, допустим, как менеджер. То есть, ну, что, я бы немножко поменял вопрос, то есть, как избежать такой ситуации, что тебе приходит человек и говорит, типа, все, там, я ухожу, да, потому что вот это вот ментальное приключение, оно, как бы, что вот я решил, принял решение уходить, оно происходит заранее, да. На мой взгляд, как этого избежать, не избежать, а минимизировать риски этого, ну, грубо говоря, человека, то есть, инженера, да, наверное, в основном все устраивать, чем не устраивать. Ну, например, не знаю, возьмем пример джуниор инженера, который был в моей команде в конфлюнте. То есть, он пришел, он пришел, там у нас карьерная лестница была такая на тот момент, software engineer one, software engineer two, то есть, один, два, потом что там, senior, потом staff и так далее. Он пришел на software engineer two, уже с опытом, и одно из первых one-on-one у меня с ним было, как бы, такое, как бы, setting expectations, да, то есть, как бы, он мне сказал, что есть, я там через полтора года хочу попасть на следующий уровень, да, я такой, как бы, думал и говорю, ну, в принципе, да, то есть, если ты будешь выполнять свою работу, то есть, вот эти вот вещи делать, то это возможно, да, то есть, мы с ним, как бы, такой установили, ну, не знаю, контракт, не контракт, но какое-то было взаимопонимание, и его буду поддерживать в его карьерном росте, у нас какие-то рамки временные, но они не всегда точные, потому что не все зависит от меня, как от менеджера, ну, какие-то временные рамки мы обговорили с ним, и, то есть, и выстроили такое доверие, то есть, ну, фундамент всего это доверие, да, то есть, он знает, что он может мне доверять, что у меня нет никаких, там, не знаю, левых движений, или еще чего-то, то есть, моя задача, разумеется, команду сделать успешно, ну, и его тоже сделать успешно, и вот мы работаем вместе, и вот, ну, по крайней мере, пока мы не дошли до промоушена, у него просто нет смысла уходить, да, как бы, зачем тебе уходить, потому что у тебя есть менеджер, которому ты доверяешь, который тебя поддерживает, менеджер пытается, когда идет планирование, там, мы планировали от квартала к кварталу, и в зависимости от каждого инженера, где он находится там на своем пути, да, то есть, я такая оптимизационная задача, да, то есть, есть проекты и задачи, и есть инженеры, задачи распределить между людьми, чтобы оптимизировать карьерный рост каждого человека, да, разумеется, не всегда все довольны, но я могу помогать, как бы, вот, делать так, чтобы проекты, на которые этот человек работает, они способствуют ему, его карьерному росту, то есть, там есть импакт, он там какие-то навыки, скиллы свои прокачивает, да, и вот ты когда вот так вот в паре работаешь с менеджером, и у вас взаимопонимание, и ты понимаешь, что ты растешь, я не знаю, ты потом понимаешь, потом ты получаешь этот промоушен, то, на мой взгляд, ну, это, наверное, сложно сделать что-то лучше, да, то есть, ты понимаешь, что ты, как бы, в хороших условиях находишься, как инженер, ну, разумеется, что зарплата достойная, там, еще другие факторы, которые не совсем от менеджера зависят, то есть, если все его устраивает, ну, как-то так, то есть, работа с человеком, чтобы человек развивался, чтобы человек рос, в идеале, если все это происходит, то люди задерживаются. Вот ты упомянул, вот, про карьерную лестницу в качестве инженера, то есть, ну, на развивающихся рынках там всего есть три градации, джуниор, мидл и синиор, да, вот, давай опишем, ну, мы знаем, что, например, там, в том же Гугле, там, 12 уровней, то есть, там, приходишь, по-моему, третьим, фрешград, да, и там Санжай Гема Уатт и там Джев Дин, номер 2, левел 12, там Урс Холсли, по-моему, левел 11, вот, да, давай опишем, как примерно, как называются эти роли, там, Software Engineer 1, ты сказал 2, как дальше? Да, ну, они немножко по-разному называются в каждой компании, то есть, если взять FANG, да, в принципе, была такая же лестница, как и в Гугле, да, вот, Software Engineer 1 and 2. Это условно левел 3, левел 4, да? Да, то есть, когда приходит инженер, то есть, выпускник, программист приходит на работу, у него сразу же левел Software Engineer 1. О, Software Engineer 1, а, понял. То есть, есть уровень, есть title, то есть, то, что ты говорил, L1, L2, это все уровни, а есть еще и title. Software Engineer 1, это, по-моему, L2, да, Software Engineer 2, это L3, я уже путаю, или L3, подожди, нет, L3, это Software Engineer 1, L3, потом L4, это Software Engineer 2, L5, это Senior Software Engineer, потом идет Staff, потом Senior Staff, потом, потом они немножко, Distinguished Engineer, да, потом Principal, Senior Principal, по-моему, Distinguished, но уже выше, там они немножко отличаются, но в принципе, вот, как бы, такой путь. Ну, Distinguished, это одна, прям почти, Hall of Famer, да, то есть, это человек, кто прям написал вещи, от которых вся компания зависит. Ну, да, какие-то такие фундаментальные вещи сделают. Вот, например, один пример, это вот прошлый CEO Твиттера, Параг Агарвал, он был инженером, мы с ним на одном автобусе ездили в Твиттер, кстати. По-моему, в один период с ним начали? Мы начали с ним работать в одно время, в одно время, 2012, чуть-чуть раньше, по-моему, он меня, да, и как бы посмотрите на его карьеру, и росты на его. Ну, у тебя тоже все хорошо случилось. И вот, то есть, он дошел до Distinguished в Твиттере, по-моему, он был. В чем был его секрет? Какие, может быть, какие вещи он там рефакторнул, не знаю, он был там лидером для того, чтобы перейти на микросервисы, какой он вклад внес? Он был Software Engineer 1? Ну, он уже пришел, у него был PHD, он пришел как Software Engineer 2, это был L4. Удивительный рост. То есть, он пришел в 2012 году, Software Engineering 2, и в 2021 году, в 2020 году, он становится CEO Твиттера. И ходит на Allen & Co конференцию в Вайдах, где это проходит, не помню. Не, он вообще гениальный человек, то есть, Парак, если ответить на твой вопрос, он специализировался на ML, Machine Learning. То есть, суперумный человек. То есть, с одной стороны, у него была специализация на ML, то есть, все вот эти алгоритмы, рекомендации и так далее. То есть, что двигало рост Твиттера, это вот, по большому счету, это вот оптимизация этих ML-алгоритмов, которые показывали нужный контент людям, и то есть, engagement рос за счет этого. То есть, он как бы это делал. И плюс, наверное, нетехническая часть, это был человек, который, ну, есть, разумеется, до сих пор, в то время в Твиттере, это был человек, который всегда задавал такие, знаешь, сложные, неудобные вопросы. И вот есть группа людей, которым как бы пофиг на какие-то социальные нормы, ну, как бы не в плохом смысле, да, то есть, они там не скажут что-то хорошее, только потому, что они хотят, чтобы они понравились, да. То есть, Параг это такой человек, который, не знаю, рубит правду матку, там, задает вопросы в лоб, да, то есть, он всегда был таким, всегда зрел в корень, всегда задавал сложные вопросы, понимал, что важно для компании на тот момент, и двигал туда, как бы, своими всеми силами и возможностями. То есть, он был такой активный, и очень умный, и специализация тоже, как бы, машинная. Мне кажется, в этом плане очень хорошо, вот это вот, вот это вот внутреннюю, внутреннюю кухню описать, потому что, Илон в 22-м году, среди всех своих 150 миллионов фанатов, описал вообще, как бы, очень такую, наверное, ну, не скажем так, лишенную нюансов. Ну да. Да, то есть, его фанаты считают, что Параг этот человек, кто там вообще лентяй, который там просто так, там, как бы, не знаю, который не хочет делать инновации, который там 280 символов, там за один год выкатил, и все, и сидит, почивает на лаврах. Вот это вот, наверное, важная перспектива, которую ты показал. Еще вот, наверное, добавок к этому, точно напомнило мне, это был в Twitter Spaces дискуссия, это был, по-моему, осень 22-го года, когда Илон уже был с ЕЕ, и там он разговаривал с, по-моему, на тот момент, они, это были архитекторы Twitter, и Илон там говорит, что вот, якобы, нужно все переписать. И архитектор его, ну, как бы, вызвал на дискуссию, и говорит, мог бы ты описать более подробно, то есть, что ты имеешь в виду, все переписать, потому что это как-то вот, ну, как бы, грандиозно. И Илон, ну, наверное, к разочарованию своих фанатов, ничего подробного там сказать не мог, да, и все превратилось в такое вот наличное, наличность, ты кто такой вообще, кто мне тут говорит, ты вообще кто, да, и этот, а тот, вот в этом плане, может быть, опишешь ту сторону, почему эти две стороны друг друга не поняли, условно. Twitter, как бы, команда, которая такую систему, не знаю, сколько там, 500 миллионов мал, да, держала, и вот эти вот новые ребята, которые пришли, и там 75% уволили, расскажи, пожалуйста, про эти два мира, что они о друг друге не понимают. Да, ну, я, наверное, расскажу свои, как бы, предположения, в общем, да, в общем, если даже от Twitter отойти, на мой взгляд, когда приходит новая команда, она приходит, потому что, с их точки зрения, старая команда делает что-то не так, допустим, приходит новый менеджер, или еще что-то, новое руководство, то есть, они по определению приходят, потому что им не нравится то, что там происходит. То есть, ну, наверное, такой главный момент, да. Ну, я не знаю, у меня на самом деле противоречивые какие-то отношения к маску, особенно после Twitter, да, то есть, со стороны, вот, к твоему вопросу, да, если вернуться, изнутри Twitter, на мой взгляд, главные проблемы Twitter, это, опять же, были проблемы лидеров Twitter, да, то есть, особенно топ-лидеров, которые, на мой взгляд, были слишком консервативны, недостаточно активно продвигали вперед продукт. С точки зрения технической, Twitter, он достаточно хорош, то есть, вот эта вот архитектура микросервисов, он скелится, там нужные абстракции, там, separation of concerns, в Twitter можно... Что такое separation of concerns? Ну, когда ты, то есть, грубо говоря, когда у тебя система есть А и система Б, и система А занимается проблемами определенного рода, система Б, то есть, они не смешивают, то есть, у тебя нет такой, как бы, ненужной взаимоспособности, зависимости между сервисами, у тебя такие, как бы, автономные, четкие границы, да, и компоненты могут автономно друг от друга существовать, скелиться и так далее, да, и падение одного компонента не влияет там на падение других компонентов. То есть, с технической точки зрения, Twitter, инженеры Twitter, на мой взгляд, он абсолютно, как бы, адекватный, качественная там работа была, там, допустим, вот поднять сервис в Twitter, то есть, если какой-то инженер пришел и, не знаю, хочет сделать новый сервис, для этого инструментарий, весь он был там, и можно это сделать буквально за минуты, то есть, ты поднимаешь, весь стэк для тебя готов. То есть, как бы, мне кажется, к инженерам претензий нет, к лидерам и к продакт есть. Маск, ну, Маск, он, как бы, Маск, он знаменит тем, своими такими методами, и, ну, наверное, как бы, он частично, мне кажется, он прав, наверное, в том, что, как бы, численность сотрудников нужно было уменьшить, но мне кажется, он слишком много их поувольнял, потому что они сейчас уже, он сам признал, что они уволили некоторых людей, которых не надо было увольнять, и они хотят их, как бы, вернуть назад. То есть, насколько 80% людей, по-моему, уволили. у него 75%, по-моему, осталось. И, то есть, все вот эти вот комплименты, которые мы говорили, что вот, пришел Маск, теперь все там, Твиттер быстро делает, и он даже не упал, это комплимент не Маску, это комплимент предыдущей команде, которая там была. Да. Потому что все работает, потому что они это сделали. Да. Это как бы, когда новый президент приходит, и говорит, типа, вот, я только пришел, и все супер, это потому что предыдущий президент сделал хорошо. Да, фундамент, фундамент есть, на котором строить. Вот мы, ты написал карьерную лестницу инженера, но есть еще альтернативный трек, это карьерная лестница менеджера. Опиши, пожалуйста, ее, как она выглядит. Да, ну, во-первых, как бы, две, две эти карьерные лестницы, они параллельны, и они существуют для того, чтобы инженеры не были, если инженер не хочет стать менеджером, чтобы он, как бы, его никто не форсил, не заставлял переходить, то есть есть параллельный. В Твиттере инженерный менеджер один, это вот был L5, то есть синий инженер приравнивался к инженерному менеджеру. То есть, допустим, когда я стал менеджером в Твиттере, это не был промоушен, это был просто такой горизонтальный переход, то есть я был синий инженер и перешел с одной лестницы на другую параллельно, то есть у меня не изменилась там ни зарплата, ничего, я просто как бы, меня называли инженер, а теперь меня называют менеджер. Это EM, инженеринг менеджер. инженеринг менеджер, потом как бы есть синий инженеринг менеджер, это как бы L6, потом из директоров инжиниринг это l7 ну и так далее синир директор vp ну как бы они параллельны давай поговорим про так называемый performance review и промоушен как часто они эти 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 обзоры происходят и как часто человек получает промоушен ну как бы вот в связи с этим если все хорошо работает в конце у нас промоушен можно было получить два раза в год в твиттере можно было получить в любой момент то есть там была такая как бы continuous ну как правило это какие какие-то интервалы да то есть либо квартально либо это как это работает ну работает ну как бы классический вариант это такое что как бы есть фидбак да ты ты пишешь про себя то есть там я там совершил это 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 у тебя есть какой-то документом какой-то системе сидит ты там описываешь свои заслуги раз год ну у нас это делается два раза в год в конфликте может тоже раз год до зависимости от компании потом ты получаешь опять же имплементация разная бывает там от разных систем на грубо говоря ты получаешь фидбэк от своих там с тем с тем кем ты работал ты не всегда этот фильм то есть как правило этот фидбэк не видишь и вот этот фидбэк видит твой менеджер ну как бы потому чтобы некоторые люди просто могут не дать на фидбэк потому что они не хотят ничего плохого сказать то есть менеджер собирает эти дата поинты смотрит на них и как бы но решение на самом деле о промоушене оно и вот путь промоушена он принимается заранее то есть то есть опять же вот в предыдущем примере то что я говорил когда инженер пришел и он там мне сказал примерно какой в какой срок он хочет получить промоушен вот эти моменты нужно как-то обговаривать заранее чтобы не было таких сюрпризов да сюрпризов таких что не знаю человек надеялся получить промоушен он не получает не знаю если не ожидал получает конечно приятный сюрприз но но в общем как бы должна должна быть работа проведена заранее он имплементировал map reduce но остался на level 12 до 13 его не подняли то есть нужно как-то заранее обговорить и фидбэк вот этот он не должен ограничиваться там двумя раз вот в этом плане one-on-one и вот эти механизмы они очень полезны да то есть если менеджер видит что например инженер не идет как бы уверенно к промоушену задача этого этого менеджера сказать это по инженеру об этом заранее как можно раньше на то есть ты не хочешь там не знаю молчать не нужно молчать как менеджер ты должен прийти сказать объяснить что не так объяснить как это исправить и то есть для меня вся суть этого процесса заключать заключается в том чтобы вот вот этот раз в год или раз два года что по большому счету это просто формально должно быть да то есть ожидание инженеров ты уже должен знать если кто-то идет на промоушен то ты как бы над этим работаешь и человек знает об этом тот то не идет на промоушен ты уже сказал им что типа нет вот промоушена не будет в этот раз по каким-то причинам инженер в идеале с тобой соглашается говорит говорит да есть случае когда не соглашаются то есть планомерная работа заранее ведется и вот в этом в этом весь секрет да а вот то что потом сам процесс там фидбэк и так далее это все более должно быть таким как бы важным но таким не 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 судьбоносным не не таким это просто формально а как как понимать менеджеру что нужно сделать инженеру чтобы получить промоушен ну как придумывать проекты ну да это тоже такая интересная проблема потому что ну менеджер должен понимать на каком уровне разумеется находится инженер и что ему нужно делать да ну как бы вот в теории там да и всячески способствовать чтобы этому инженеру эти эти все вещи были доступны эти проекты такие такие opportunities если таких проблем то есть если нет такой возможности то тогда возникает проблема то есть обычно на мой взгляд это возникает в командах и в компаниях где где рост прекратился да то есть в этом плане очень важно быть работать в команде или в компании где идет рост потому что когда идет рост то недостатка в задачах и в этих проектах их нет да то есть как бы там бери не хочу да а когда нет роста то получается такой zero some game это кстати в гугле была такая проблема на определенных уровнях то есть особенно там став да по моему что вот как бы чтобы одному инженеру получить проект другой должен его не получить да и то есть такая политика развивается политика и все вытекающие когда вот такой на zero some game когда чтобы у кого-то прибавилось у кого-то убавилось в таком environment и до такого такой обстановке работать сложнее то есть если есть рост это упрощает вещи и когда когда происходит промоушен в базовая зарплата она в среднем увеличивается на 10 процентов 15 процентов как то как она ну да такая примерно тогда то есть 15 но на 15 процентов а акции акции это же там какой-то форме до вычитается то есть дают даются акции тоже на понял а вот когда люди дают друг другу фидбак это структурирован там не знаю как как вопрос и формата что за человек должен продолжать делать что он должен ال�язать делать что нужно начать делать это вот примет и да и нет то Все зависит от процесса. В Confluent я сам делал структуру вопросов, то есть там я примерно такие задавал, еще другие, то есть как менеджер ты делаешь структуру. В некоторых компаниях в Твиттере был какой-то тул у нас, который все эти вопросы были такие уже предопределены, там даже какая-то была такая шкала, то есть там какой-то скилл, не знаю, техническая, не знаю, грамотность или способность, не знаю, кодить, да, и такой от одного до десяти шкала, и человек выбирает, тот, кто дает фидбэк, он выбирает там цифру и пишет какой-то комментарий. Ну, то есть по-разному. Мне, насколько я слышал, в Фейсбуке, как проходит перформанс-ревью, мне нравится по рассказам, как там более все структурировано, там они смотрят на импакт, то есть что человек там сделал для компании и так далее, то есть там как-то более структуры, больше, на мой взгляд. Ты вспомнил еще что-то про one-on-ones. Да, ну, то есть мы говорили про one-on-ones, да, то есть это встреча менеджера с инженером, как правило, они все в календаре сидят заранее, да, так вот, у меня такой паттерн всегда был, что если мне пишет мой сотрудник, инженер, да, и говорит, типа, Шамиль, давай встретимся. Вне календаря. Вне календаря, да, типа, то это сразу, сразу такой звоночек в голове, и, как правило, человек уходит с работы, да, то есть встречает, такой говорит, давай поговорим, вот хотел тебе сказать, я ухожу. Поэтому совет, не соглашайтесь на такие встречи. Убегайте сразу, да. И вот как бы 95% случаев всегда, когда мне говорят, у меня такой PTSD сразу начинается такой, как бы, вот что-то будет плохое. Наверное, в стартапах, где менеджер зовет сотрудника вне, вне, вне этот, вне календаря на прогулку, скорее всего, этот сотрудник будет уволен. Все наоборот, да. Ну, может быть. Тоже не соглашайтесь. Ну, еще один, наверное, аспект менеджерской работы, большой аспект, наверное, такой, атом его деятельности, это встречи, да, это, ну, то, что называют митинги, да, ну, как бы не забастовки, а встречи. Вот эти, как проводить эффективные встречи? Такой вот прям важный. Да, хороший вопрос. Ну, во-первых, инженеры все ненавидят эти, ненавидят встречи и митинги. Ну, в основном, мне кажется, да, то есть инженер хочет сидеть. Ну, наверное, первый момент – это знать, как бы вообще задачи встречи в чем заключаются, заранее определиться, зачем мы встречаемся, в идеале знать, какой результат мы хотим получить в результате этой встречи. И, исходя из этого, найти нужных людей и небольшое количество и пригласить, как бы, вот именно нужных людей, чтобы не было людей, которые, не знаю, просто пришел посидеть, да, послушать. То есть, не знаю, наверное, тут такая аксиома, да, у нас по ходу дискуссии диалога выстраивается, что нужно, прежде чем что-то сделать, нужно вот домашнюю работу, да, сделать. То есть, также, прежде чем сделать встречу, то есть, зачем она нужна, кто должен прийти, какая адженда, да, какой аутком. И по ходу этого митинга, этой встречи максимально, ну, максимально там со сноской, да, я объясню, почему, стараться придерживаться, как бы, этого, цели этой задачи, да. Почему со сноской? Потому что зачастую встречи, ну, это же, как бы, креативная работа, да, то есть, обычно как бывает, вот, там, обсуждаем проблему и пытаемся найти какое-то решение проблемы, да. То есть, это креативное, если слишком структурировать эту встречу, то вот этот вот креатив, он может там не открыться, да. То есть, нужно уметь как-то соблюдать баланс между тем, чтобы, как бы, двигаться к намеченной цели, но, тем не менее, могут быть, там, ответвления, да, в дискуссии, которые иногда не нужно их прерывать, да. То есть, иногда бывает ответвление в дискуссии, которые можно сразу установить, сказать, типа, ребят, давайте не будем идти в ту сторону, там, припаркуем, да, это, там, не знаю, запишем. А иногда нужно дать, наоборот, этой, как бы, под дискуссией развиваться, и, я не знаю, как бы, это такое, то есть, ты должен понимать, о чем идет речь, как модератор, да, этой встречи, то есть, такой баланс соблюдать. Это одно, и, ну, встречи бывают разные, да, то есть, бывают такие какие-то тактические, экзекьюшн, где-то там, не знаю, обсудили планы, там, и двигайтесь вперед, то есть, такие могут быть более структурированы. Чем более креативная, чем более креативная задача у встречи, на мой взгляд, тем, наверное, меньше структуры там все-таки. Ну, в том плане, что, ну, структура есть, но она такая, знаешь, не должна прямо ограничивать, да, ну, например, там, не знаю, если какая-то есть проблема, и люди высказывают идеи, каждый высказывает, то, ну, как бы, нужно выслушать, да, там, как-то вот, чтобы каждый высказал, там, пусть будет это джуниор-инженер или синьор, чтобы выслушать каждого, потому что хорошие идеи, они приходят, могут прийти любому человеку, да, то есть, задача там может стоять, как менеджер такая, чтобы дать высказаться всем людям, особенно тем, которые самые тихие, особенно тем, которые, может быть, самые джуниоры, чтобы они высказали, потому что зачастую у таких людей бывают хорошие идеи, да, то есть, опять же, сколько креатива нужно, какая структура, из этого исходить. Правильно, пропорция. А вот какая продолжительность должна быть для разного вида встречи? Да, интересный вопрос. То есть, большинство встреч не должны быть длинными, ну, не знаю, час хватает, да, 45 минут хватает. Но есть ряд встреч, вот когда нужно куда-то глубоко уйти в какую-то тему, то я совершал ошибку, например, делал, там, не знаю, три дня, там, по часу, да, встречаемся в один день, час обсуждаем, второй день, третий. Если тема глубокая, то это не работает, потому что контекст теряется. То есть, в таких случаях, если что-то такое глубокое, куча народу, то лучше заблокировать весь день, да, и вот просто всех туда завести, и типа мы не выйдем, пока мы не дойдем до вот такой... Пить и комбучу с кухни. Да, комбучу, пиццу, еду и так далее. И на самом деле всем будет от этого лучше, потому что, чем там, не знаю, пять часов потратить каждый день, то мы можем за три часа просто глубоко уйти, не теряя контекста, и сделать это вот такую большую встречу. Кто является модератором встреч обычно? Инициатор? Ну, наверное, тот, кто по способностям больше... Кто участвует... У кого, во-первых, Skin in the Game есть, да, то есть кто-то как-то участвует в этом проекте, ну, не знаю, может быть, project manager. На мой взгляд, важно модерировать тому, кто умеет это делать. То есть человек, который, ну, не знаю, как-то проверен уже человек, который может модерировать дискуссию. Ну, вот из моего опыта, как бы очень важно заканчивать встречу в конце так называемых экшен-итемами, да, где вы, ну, там, менеджер или модератор встречи говорит, что, окей, мы должны сделать 10 вещей, и у каждого экшен-итема есть ответственный человек. Может быть, есть еще какие-то такие ритуалы, которые лучше начинать, заканчивать встречу, кроме этого? Мне кажется, вот этот один из основных, на самом деле, да, то, что ты сказал. Вот у нас, допустим, было... Каждый понедельник мы встречались и обсуждали так называемый on-call, да, дежурство. То есть когда там в сервисах что-то ломается, падает, и то есть это у нас был такой митинг, где в конце мы делали action items, кто что делает, срок выполнения. Следующую неделю, когда мы собирались, мы начинали с того, что вот мы сказали, что сделаем, сделали мы это или нет, да? И вот такой вопрос, что делать с теми, кто не сделал это? Зависит почему, да? То есть не всегда, ну, никогда не было, чтобы 100% мы все сделали, да? Если 100% это суперпраздник, а мне кажется, зависит, то есть нужно глубже копать, да? Если человек без хороших причин не выполняет, это проблемы. То есть это можно, это окей понимать во время групповой встречи? Почему, почему? Ну, я бы позадавал, ну, допустим, что бы я сделал, да? Я бы задавал, позадал бы вопросы на встрече, типа вот почему, да, как бы так, ну, слишком глубоко бы не копал. То есть я, ну, мой стиль, я бы не стал человека, там, не знаю, угнетать прям публично, да? Я бы потом на вот опять one-on-one, да, вернемся к one-on, мы бы поговорили one-on-one, я бы сказал, типа, ну, чувак, как бы, да, почему? Ну, давай, может, ты там расскажи мне, почему это не получилось, там уже как бы начал глубже копать. Да, а вот из твоего опыта какие есть типы менеджеров, да, вот в плане своего темперамента? Да, на самом деле менеджеров бывает, сколько и вот у меня было, и вообще, сколько я знаю, стилей столько много, да, бывают тихие. Бывают там харизматичные, громкие, то есть нет единого пути к эффективным, как бы быть эффективным менеджером. Есть те, кто, окей, может быть, не знаю, ошибки, наверное, да, которые менеджеры совершают, я, например, который совершал, да? Есть люди, которые микроменеджеры. Микроменеджмент не обязательно плохо, то есть менеджер, он должен понимать в деталях, что происходит, но ему не всегда обязательно там как бы запрыгивать, да, в ситуацию, разруливать все, да. Ты тогда как бы поглощаешь кислород, который вот должен быть, да. У тебя, например, могут быть инженеры способные, да, а ты там такой самый крутой, самый все знаешь, всем указания даешь. То есть это одна ошибка, да. Зачастую она бывает там, где вот инженер, бывший инженер становится менеджером в своей команде предыдущей, да, или в своем домене, в своей зоне комфорта, и он просто вот, и он натурально, он не может, ему сложно вот отказаться от этих, он еще как бы в такой переходный период от инженера к менеджеру, он еще не совсем понимает, что как бы его задача сейчас не ответы давать, а наоборот вопросы задавать, да, и как бы направлять людей так. То есть это одна такая, как еще, я, например, вот совершал ошибку в Твиттере, я часто спорил со своим теклидом на этих совещаниях, это была для меня новая команда, вторая, я не помню по какой причине, сейчас мне это кажется очень глупым, но почему-то я периодически с ним спорил, и то есть это нехорошо, да, то есть когда команда видит, что нет там, не знаю, согласия между менеджером и теклидом, это плохо, то есть это влияет плохо на мораль. В чем отличие инжиниринг менеджера от теклида? Да, у теклида нет, ну, в Кремне, в долине, да, у теклида, как правило, нет обязанностей как бы работать с людьми, ну, в смысле, люди ему не репортят, не подчиняются, да, грубо говоря, он, разумеется, работает с людьми, но как бы, ну, не напрямую, да, то есть он не обязательно делает там one-on-one, performance reviews и так далее, да, то есть он более сфокусирован на технической части, а инженерный менеджер, он, как бы, ответственный за людей и, в общем, за всю компанию, за всю команду, не только, не только, как бы, за техническую часть, то есть теклид, он немножко, как бы, поуже у него, поглубже, более технической части и, наверное, поуже, как бы, эти обязанности. Может быть, есть еще какие-то подводные камни, ошибки, которые стоит избежать, может быть, даже не из личного опыта, а может быть, из опыта других менеджеров, которые ты видел, и, ну, вот, если предостерегать будущих менеджеров от ошибок. Да. Одна ошибка, опять же, я ее тоже совершал с некоторыми инженерами и мои соседние менеджеры, это то, что, как бы, нужно, чтобы работа, которую делают инженеры, была интересная и не монотонная, да, то есть у меня была в команде девушка-инженер, и вот как-то у нее что-то хорошо получалось одно, да, я тогда был таким, как бы, молодым зеленым, я такой думаю, окей, вот она делает это, ну, пускай делает это, вот, чем она занимается, ну, в какой-то момент ей надоело делать это, то, чем она занималась, и она ушла, да, если, если команда или некоторые люди в команде занимаются чем-то монотонным, не особо интересным, это, как бы, только, это такая замедленная действия бомба. Не эксплуатируйте. Да, 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 то есть они уйдут, да, как бы, у нас была команда в Твиттере DBA, Database, администраторы, которые работали в основном с MySQL базами данных, и зачастую, то есть они как работали, если нужно было что-то в базе данных поменять, ну, не знаю, колонку добавить, да, или там тип поменять, или новую базу данных создать, ты все время обращался к ним, и они все делали руками, и в какой-то момент эта команда, то есть многие инженеры ушли, менеджера уволили, пришел другой менеджер, и он сделал так, что он сказал, что все, ребят, мы некоторое время от всех команд не будем никакие запросы принимать, мы будем это время инвестировать в то, что мы будем делать автоматизацию, тулы будем делать, и потом, как бы, со временем, то есть будет всем плохо, клиентам, то есть, там, не знаю, кому нужно поменять что-то в базе данных, придется подождать, но потом со временем, как бы, чуть-чуть подождите, все будет хорошо, да, то есть вот этот у него был подход очень правильный, то есть они, люди, вместо того, чтобы, там, руками, там, писать, там, какие-то SQL statement, и, да, DDL, изменять схему, там, в базах данных, они писали код, создавали тулы, и потом эти тулы все автоматизировали, то есть им стало интереснее такую работу делать, а потом их клиенты все, которые к ним приходили с запросами, им стало лучше тоже, потому что, как бы, пропускная способность этой команды DBA увеличилась в разы, потому что у них все теперь автоматизировано, то есть вот такой, как бы, подход, как бы, что делать не надо, и что делать надо, ну, на примере одной команды. Есть такая еще вещь, называется гибридные организации, ориентированные, как бы, команды, которые ориентированы на какую-то, там, миссию, цель, задачу, и функциональные команды. Давай опишем на контрасте, чем отличие главное этих двух типов. Да, ну, в моем понимании, наверное, нужно определить, да, что-то, как бы, функциональное, и какая там еще была тема? Ну, получается, миссия ориентирована на миссию. Да. Может быть, наши с тобой определения различаются, но вот я возьму Твиттер, да, как, например. В Твиттере было время, когда, допустим, инжиниринг, он был горизонтальный и функциональный, да, а было время, когда нам создали такие, эти, как бы, отдельные организации, и у каждой организации был свой general manager, да, то есть как CEO. И, как бы, отличие было в том, что, как бы, такой, как это, вот такая крепость, да, у тебя, то есть у тебя, как бы, есть глава, то есть Твиттер, грубо говоря, поделился на подкомпании, в каждой компании был свой, не знаю, глава, и он задавал все правила игры в своей организации, да, и, ну, есть и плюсы, и минусы, плюсы, может быть, конкретная организация каким-то образом быстрее двигалась к своим бизнес-целям, да, потому что, ну, как бы, им было все равно на других, но, мне кажется, минус в том, что, вот, горизонтальные какие-то функциональные вещи, которые нужно делать на всю компанию, да, особенно это вещи инфраструктурные, платформенные, да, они страдают в таком этом, потому что люди, как бы, переизобретают велосипед в своих, вот, вот этих, как бы, вертикалях, да. У каждого, там, условно, свой бухгалтер есть, да. Да-да-да, у каждого, как бы, есть, да, весь набор специалистов, которые нужен, да, они живут, как бы, своим таким натуральным хозяйством, все с самого нуля, все производят. И одно и то же делают. Да. И, то есть, у Твиттера был период, когда, вот, было функционально, то есть, сейчас он функциональный, насколько я знаю, там, по-моему, нет этих general managers, и, как бы, если отойти, то философия, на мой взгляд, такая должна быть, что, как бы, какая структура подходит компании на данный момент в ее развитии, да, то есть, неплохо, тут неплохо и нехорошо, то есть, если, определенная структура подходит на какое-то время, то компания может принять решение делать так, да, если нет, то, как бы, функционально. То есть, скорее всего, вот, миссия ориентированная, это подходит для бурного роста, когда, окей, то, что одна и ту же работу делается… Ну, наверное, да. Да, то есть, мы можем простить это, потому что нам нужна общая скорость. Да. То есть, а когда, наверное, уже идет такой период, скажем так, стабилизации, наверное, тогда более подходит функциональная, да, такая… Ну, наверное, да, либо, да, я думаю, я согласен, или, может быть, перефразировать, что вот на примере Твиттера, да, если очень важно, чтобы вот реклама и деньги, выручка от рекламодателей росла, и вот теперь все, что связано с рекламой и с выручкой, это вот своя организация, у нее есть свой шеф, да, то, чтобы, как ты сказал, да, максимизировать рост выручки, то, как бы они могут действовать автономно, да, но минус в том, что вот другая организация, то есть, Твиттер был, как правило, есть consumer site, это вот назывался Bluebird, само приложение, все, что связано не с рекламой, вот именно с самим Твиттером, и реклама, да, то есть, сами твиты рекламные и все, что с этим, то могут быть конфликты между этими организациями, то есть, грубо говоря, ты можешь максимизировать рекламу, но не в угоду органическим пользователям, да, то есть, у тебя может быть какой-то краткосрочный рост рекламы, но юзеры теперь видят, что больше рекламы стало, и они такие, блин, продукт стал хуже, не знаю, буду, пойду Facebook больше использоваться, да, то есть, наверное, риск, что каждый будет тянуть одеяло в свою сторону, и как бы вот это вот в глобальном плане оптимизация будет такая локальная, да, не глобальная на всю компанию. Как вот условно решать такие подобные конфликты? Да, сложный вопрос, я даже не знаю, наверное, на уровне CEO это решается, то есть, наверху, да. Ну, тебе нравилась команда, которая отвечала за рекламу в Твиттере? То есть, они решали интересные инженерные задачи? Реклама, да, на самом деле инженеры задачи, то есть, моя команда, у меня было две команды, в каждой из них было, как бы, три подкоманды, мы делали billing, payments, другая команда делала всю аналитику рекламы, задачи были интересные, да. А вообще, как бы, в рекламе есть какое-то выражение, да, что самые умные люди там пытаются оптимизировать, что там алгоритмы, чтобы люди кликали на физик, эти выпускники чего-то там по физике пытаются оптимизировать, да, оптимизировать алгоритмы. То есть, на самом деле, если посмотреть на уровень сложности проблем в рекламе, то есть, все, что связано с рекламой, там очень много интересного, да. Там и machine learning, и distributed systems, и scale, и все-все-все. То есть, вот это все было очень интересно. Есть ли у тебя какие-то любимые интервью-вопросы, которые ты вот всегда задаешь своим кандидатам? Ну, наверное, у меня более методика не вопрос, даже вот методика копать глубже и глубже. Вот она, да, то есть, когда я беру какой-то проект, начинаю копать, начинаю задавать вопросы в зависимости, то есть, как бы, получается, такой, как бы, последующие вопросы, да, вытекают из предыдущих, и, то есть, ты такой, как бы, такая органическая дискуссия происходит, да. Ты не знаешь, ты отвечаешь мне на один вопрос, из-за этого я копаю глубже, иду дальше, 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 и за счет того, что мы копаем глубже, ты, как бы, приходишь к какой-то более-менее истине, да, то есть, ты понимаешь, как бы, ты накопал настолько глубоко, что ты понимаешь, как бы, что из себя, не знаю, человек представляет вот в этом контексте конкретном, то есть, ну, не знаю, вот такая методика мне больше нравится. Ну, еще один, наверное, вопрос, последний в отношении Твиттера, ну, и, наверное, больше такого работы в общем, это какие у тебя есть советы для инженеров, ну, не только инженеров, там, менеджеров, как им максимизировать свою компенсацию, и, то есть, если, если у них есть несколько офферов, как, условно, там, сделать так, чтобы максимизировать свою стоимость на рынке, есть какие-то советы? Да. Ну, я, наверное, бы дал совет такой, чтобы было много офферов на самом деле, да, и наши общие друзья, мне кажется, писали какие-то даже посты на эту тему, там, да, куча офферов, потому что, когда у человека есть несколько офферов от компаний, которые, особенно от компаний, которые каким-то образом друг с другом соперничают, то ты можешь это использовать в свою пользу, да, то есть, ты можешь, не знаю, Google, Facebook взять, да, Facebook, Facebook сказать, вот у меня есть офферы от Google, и как-то это используют как свой такой leverage, да, а, ну, это, наверное, один такой совет. Другой совет, ну, любой вот этот вот negotiation по зарплате, это такая игра, на мой взгляд, да, ты в покер играешь, ты, наверное, больше про это знаешь. Я посредственно игрок, поэтому. Что, как бы, то есть, не надо раскрывать все свои карты сразу, да, то есть, задача рекрутера в том, чтобы ты максимально свои карты сказал, да, то есть, например, рекрутер может тебе задать вопрос такой, как бы, вот, а какие у тебя ожидания, да, по зарплате, да, и я бы немножко попридержался, попридержал ответ на этот вопрос, как бы, в этой игре дойти немножко поглубже, подальше до уровня, когда у тебя больше leverage будет, да, не знаю, вот другие, может, офферы у тебя, то есть, не раскрывать свои карты сразу, потому что есть такая, как бы, асимметрия информации, да, то есть, они много знают о тебе, и ты, как правило, не особо много знаешь о них, да, ну, как бы ты, вот, поговорил, какие-то люди, какая-то команда, ну, ты, как бы, ты думаешь, что ты знаешь, но на самом деле ты не так много знаешь, то есть, не раскрывать карты до, вот, последних шагов в игре, и там, как бы, уже раскрывать их после. Отличная очередь. Хорошая рекомендация. Давай поговорим про Confluent. Ну, наверное, вот, ты упомянул, что туда пришел, когда компанией было 4 года, его основатель, это создатель Кавки, вот, как раз-таки, наверное, долгожданный вопрос. Расскажи, пожалуйста, в чем на уровне студентов Computer Science в вузах, вот, представим, что она слушает второй-третий курс вуза, что такое Кавка, что такое Data Streaming, для чего это нужно? Да, да. Кстати, я вот подумал, что можно объяснить Кавку при помощи Твиттера. А, ну, еще лучше. Супер. То есть, Твиттер, что такое Кавка, да, грубо говоря, на пальцах, если это Твиттер для систем. То есть, в Твиттере есть человек, который, там, делает, создаёт твиты, да, он твитит, и на него подписаны другие люди. То есть, когда человек твитит, все его подписчики получают уведомления, у них, там, в их, на ленте, да, появляется ответ. Кавка примерно то же самое, да, есть продюсер, который производит, не знаю, так называемый event, да, события, это какие-то данные, они все уходят в так называемый topic, то есть, это такая абстракция, да, весь Кавки. И все, кто подписаны на этот топик, они получают уведомления, да. То есть, это, грубо говоря, это такая messaging-система, это система для обмена сообщениями между сервисами. То есть, я когда пытаюсь объяснить, что такое Кавка, максимально, как бы, просто, я говорю вот примерно так, да. То есть, сервисы, не люди, которые обмениваются сообщениями, а, как бы, в больших, огромных количествах, они используют Кавку, да, то есть, это такая, можно сказать, это pub-саб-система, publish-subscribe, что-то туда паблишится, производится, и потом сабскрайберы все это, как бы, информацию получают оттуда. Кавка – это, на самом деле, целая наука, это очень глубокая тема, я ее знаю не так глубоко, то есть, там понятие топиков, партишенов, да, как брокеры работают, консюмеры, продюсеры, то есть, это целая-целая наука. А вообще, ну, ты упомянул, что эта технология появилась в Линкдине, в процессе создания какого-продукта появилась, не знаю, ленты новостей или чего-то еще? Насколько я знаю, у них вот была задача в Линкдине именно вот решить эту проблему, когда вот у них были сервисы, да, куча сервисов, которые общались и говорили друг с другом, да, то есть, если ты нарисуешь эту, как бы, картинку, ты, получается, у тебя, вот, не знаю, там, квадратики – это сервисы и линии между сервисами – это связи, да, и, то есть, такая хаотичная паутина, получается, на самом деле, то есть, там, каждый сервис связан с N другими, там, не знаю, N, M другими сервисами, и менеджить вот это вот сложно, это очень сложно, да, когда тебе нужно там вести, то есть, кавка что делает? Кавка, она, грубо говоря, сидит посередине между этими сервисами, да, то есть, ее обычно рисуют такой, не знаю, кружочек там, и сервисы, вместо того, чтобы общаться друг с другом напрямую, да, они общаются через кавку. То есть, N квадрат становится O от N, да, получается? Да, 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 то есть, им нужно сервисам, все, что нужно знать, это вот, что сидит в кавке, да, то есть, сервису A не нужно знать сервисы, там, X, Y, and Z или еще какие-то, он просто публикует информацию в кавку, и все, кому нужно информацию поглотить, и что-то с ней сделать, они подписаны, то есть, на топик в кавке. Круто. А можно какие-то примеры сообщений, чтобы сделать это вообще, как бы, еще более доступным для зрителей? Ну, я возьму пример из Твиттера, например, то есть, мы использовали кавку, все пользователи Твиттера, они что-то делают, да, то есть, они пишут твиты, они лайкают их, они там ретвит делают и так далее, сейчас поправлю. И часть этих, ну, даже не часть, окей, все эти события нужно как-то подсчитывать, да, то есть, ну, нужна аналитика, да, нужна аналитика, сколько твитов там в день, в какой стране сколько по демографии там разбивать, да, и все эти вот ивенты на самом деле уходят в кавку. То есть, у Твиттера есть несколько кластеров, кавка, они, огромный объем этих данных, то есть, представьте, что эти данные, которые от всех пользователей мира, да, которые пользуются Твиттером на мобильных девайсах, да, веб и так далее, это такой поток информации, да, то есть, такой, он бесконечный, он идет, и весь этот поток вливается в кавку, да, то есть, кавка такое, не знаю, что это такое, ведро, там, бочка, да, и, не знаю, из этой, ну, плохая аналогия, эта дрявая бочка, там, пускай, да, из нее куча, как бы, этих струй выливаются на, то есть, эти данные туда затекают, и оттуда вытекаются на все сервисы, да, и то есть, есть сервисы, которые делают аналитику, есть сервисы, которые делают подсчет денег на основе этих данных, есть сервисы, которые, не знаю, там, фрод смотрят, да, то есть, абьюз и фрод, и вот кавка нас сидит посередине, да, то есть, это такая магическая вещь, в которую данные втекают, и другие сервисы оттуда это поглощают, чтобы делать, ну, то, что эти сервисы хотят с этим. Супер, отлично, отличное объяснение. А вот есть ли какие-то, может быть, альтернативы для кавки, это, я так понимаю, ну, наверное, проблемы больших компаний, масштабных продуктов, да, у которых, ну, наверное, как минимум сотни миллионов юзеров, есть ли, может быть, альтернативы, что-то, какие есть рекомендации для, там, как бы, компаний, продуктов с меньшим масштабом? Да, ну, у меня до сих пор есть акции Камфлента, поэтому кавка номер один. Да, номер один, не упоминаю. Да, больше не упоминаю. На самом деле, альтернатив много, и, кстати, кавка, она используется для больших объемов данных и для малых тоже, то есть, как бы, все равно, да, он работает хорошо и там, и там. Но альтернатив, на самом деле, много, да, то есть, у Амазона есть Kinesis, так называемый, есть, у них тоже своя кавка есть, потому что это open-source, они ее называют MSK. У Гугла есть… MSK значит что? Я, кстати, не знаю, что именно MSK, но это вот Apache Kafka, которую они менеджат. По-моему, Managed Service Kafka. По-моему, это Managed Service Kafka. Звучит, как будто Microsoft запустил свою кавку. Да, да, кстати, похоже. У Гугла, по-моему, называется PubSub, кстати, я забыл. У Microsoft, Microsoft Azure, у них есть Event Hubs или Event Hub. Понятно. Ну, в общем, как бы много всего, на самом деле, альтернатив, но Kafka, тем не менее, как бы удерживает такую лидерскую позицию на рынке. Может быть, основные твои, вот что, какая трансформация у тебя была как менеджера в комп? Ну, как бы на таком мета-уровне, да, я пытался не совершать ошибки, которые я совершал в Твиттере. То есть, Твиттер – это у меня было такое становление как менеджера, куча ошибок. И я где-то три месяца был между Твиттером и Камплуантом. То есть, это было время, когда я вот прям рефлексировал, думал, а это мне помогло. То есть, я пытался не делать старых ошибок, ну, и там совершал, наверное, новые. Но это был такой путь как бы от менеджера к синьору-менеджеру, к директору в инжиниринг, да. То есть, больше был, организация была больше. То есть, у меня было на момент ухода 45 человек в нескольких командах. Напрямую мне подчинялись уже только менеджеры. То есть, инженеры стали скип. Команды были в Индии, команды были в Штатах. Как бы по всем Штатам. То есть, такой был, ну, не знаю, органичный, неорганичный. Но какой-то такой путь, знаешь, менеджерский путь к еще более большой организации. Проводили ли вы one-on-one со скип-репортами? Да, я проводил one-on-one. Кстати, да, вот. То есть, на этом уровне, чтобы не терять связи как бы с инженерами, с ними обязательно нужно говорить, да. То есть, я не могу полностью полагаться на то, что мне менеджеры говорят. Менеджеры всегда говорят очень хорошо. Нужно как бы спускаться на уровень ниже, говорить с инженерами. Я делал скип-левел one-on-one. С меньшей периодичностью, наверное. Да, с меньшей периодичностью. И я зачастую делал как бы скип со всей командой, да. То есть, я собираю всю команду без их менеджера и веду с ними беседу, как бы как идут дела. Потому что интересный момент, да, что они мне как бы говорят некоторые вещи, которые они своему менеджеру по какой-то причине не могут сказать напрямую, да. То есть, такой интересный канал общения. Может быть, какие-то еще уроки ты извлек оттуда, воспоминания самые яркие? Ну, уроки, наверное, такие, что... У меня вот прям язык постоянно пытается сказать Confluence. Да, да, да. Да, атласиновский продукт, но вроде бы пока не этот, не этот, не оговаривался. Да, многие путают Confluence. Даже те, кто интервью проходили в Confluence, в конце интервью они мне такие говорят Confluence. Все, reject. Да, да, да. Не та компания. Ну, наверное, как бы, какие уроки из Confluence? Ну, во-первых, то есть, у Confluence есть как бы две ветви бизнеса, да. То есть, один это cloud business, где полностью сервис крутится в облаке, manage service. Есть еще on-prem, где компания продает софт. Так вот, когда у компании вот эти вот две ветви, их менеджить, управлять ими очень сложно. Потому что архитектура разная. То есть, грубо говоря, это у тебя как бы вот два разных практически продукта, да, а не по архитектуре. То есть, то, как строить продукт on-prem, это вот одно, делать cloud, это другое. Вот в этом плане Snowflake, компания, например, да, они чисто делают все в клауде. У них нет никакого on-prem продукта, где вот on-prem, то в плане, чтобы у них софт покупали и устанавливали у себя их клиенты в своем дата-центре. Какую проблему решает Snowflake? Snowflake, насколько я знаю, это как бы data warehouse, да, то есть такой, где куча данных оттуда стекается, такая, грубо говоря, такая волшебная база данных, да, и ты оттуда можешь эти данные считывать, использовать их для разных целей. Вроде они ML сейчас хотят делать. То есть, немножко другая сфера. Они не конкуренты comflake, это немножко другие вещи, да. Но вот они делают, они с самого первого дня приняли решение, что делают только все в клауде. И вот для меня урок такой, что, я не знаю, если кто-то там делает компанию и хотят делать и клауд, и он-прем одновременно, то я рекомендую подумать много раз, стоит ли это делать, потому что очень много причин этого не делать. Ну, я бы оценил, наверное, выручка как минимум 80%, наверное, все-таки в клауде, да? Изначально, то есть, comflake начал он-прем. Клауд был потом, да, появился. То есть, до сих пор, ну, сейчас, наверное, 50 на 50 уже. Ну, клауд растет намного быстрее. Конечно, конечно. Да, но проблема с клаудом, там маржа ниже. Потому что ты там очень много денег отдаешь, там, AWS, GCP, Azure, да, то есть, они у тебя много поглощают. Понятно. А он-прем, ты как бы, ты просто, абсолютно софт просто продаешь, да? Да. А там 90% плюс. На их железо ставишь. Да, они ставят на свое, то есть, ты просто продаешь софт, это такой классический софтерный бизнес. Ну, сразу удваивается нагрузка у тебя, да? То есть, две отдельные команды. Ну, да, у тебя как бы, да, такое раздвоение, да, split brain, да, то есть, ты должен думать о разных вещах, и часто бывают конфликты, да? Вот, допустим, у тебя какая-нибудь функция какая, ну, функционал, да, фичи какие-то, куда тебе их запускать вначале? Да. В клауде или там, да? То есть, ты можешь вон-прем запустить, больше денег сделать краткосрочно, но стратегически тебе это нужнее в клауде, да? То есть, такие интересные моменты. Наверное, это один. Ну, и второй, там было много моментов, но второй, например, это очень важно позиционировать свой продукт правильно, да? То есть, что я имею в виду? Когда я начал работать в конфликте, там у нас был в клауде, был конфликт-клод-профессионал и конфликт-клод-энтерпрайз, да? Ну, то есть, один, грубо говоря, такой как бы подешевле, а другой такой подороже для больших компаний. И, ну, это на самом деле был не совсем правильный подход, потому что нужно было... То есть, энтерпрайз, это был дорогой, там была как бы поменьше наша маржа, и он был более сложный продукт. И в итоге сейчас, если сравнить, сейчас есть три продукта у конфликта. Есть Standard, Basic, Standard, and Enterprise, да? И вот эти первые два уровня, они оба так называемые multi-tenant. Там архитектура используется, где как бы несколько кастомеров могут сидеть в одном кластере, да? И я к чему говорю, потому что, как бы, нужно смотреть, как бы вот на какая архитектура приводит к какой-то максимальной прибыли, да? То есть, вот этот посередине, который стандартный продукт, который мы называем Standard, он может на самом деле использоваться большими компаниями, и он как бы много чего там работает. То есть, не обязательно дорогой продукт всем продавать, можно продукт, у которого, как бы, стоим, кост меньше, позиционировать для премиум, как бы, клиентов, да? То есть, вначале у нас, как бы, не было такого понимания стратегии насчет, как позиционировать продукты. И со временем пришли люди, которые, как бы, все это продумали больше. Классно. Ну, последняя глава. Шамиль, на самом деле, очень структурированный человек. Он отправил очень хорошую историю и, наверное, советы, да? Этот прям такой списочек из 20 советов, историй. Можем прям подряд про них пробежаться. Первое – это… Самое сложное. О важности явных ожиданий и, ну, то есть аналогии. Первый, да, первый момент – о важности, наверное, коммуникации, да? То есть явных коммуникаций, что, особенно как менеджеру, нужно очень четко и ясно все говорить. То есть не иметь каких-то предположений, типа, вот, там, нужно было сказать. Я ожидал, что, там, не знаю, сотрудник сделает это. Я ему не сказал, что нужно это сделать, но я от него это ожидал, да? То есть это корень проблем. Я часто привожу этот эпизод из братьев Карамазовых. Его можно интерпретировать по-разному, не обязательно так, как я. Но там есть такой эпизод, где вот этот один брат, забыл, как его зовут, уезжает в город. То есть там вызовут конфликт отца и сына. Они любили одну женщину. Есть момент, где уезжает один из сыновей в город, оставляет слугу и отца, там, не знаю, в поместье или где, да? И какая-то у них там недомолвка была или что-то, что-то как-то. В общем, слуга воспринимает эту недомолвку как разрешение убить отца. То есть когда сын уезжает, этот слуга убивает этого отца. И потом, когда все там развивается дальше, он говорит этому сыну, ты же это имел в виду, когда ты уехал, ты мне дал возможность его убить. Но я к тому говорю, что из-за недомолвок могут возникать важные вещи, такие вещи нежелательные. То есть обязательно все нужно проговаривать явно, и никаких недомолвок не должно быть. Супер. Второй совет – это, что люди – это не роботы. Да, люди – это не роботы. Он дал мне совет мой менеджер, самый первый. Мы что-то там говорили, снимали проектов. Я что-то вроде в таком духе сказал, что типа вот давайте проект первый. Там кто-то работал на проект, он мне сказал, давайте этот проект отдадим другому человеку. И он мне сказал, типа нет, люди не роботы, ты не можешь просто взять один проект и как бы другому инженеру его отдать, потому что тот, который над ним работает, у него, наверное, какие-то, не знаю, этот проект ему интересны. Какая-то есть привязанность, какие-то есть амбиции. И звучит, наверное, наивно, но мне вот это запомнилось. Люди не роботы, и как бы есть такой человеческий фактор везде. Следующее — это хорошая спортивная аналогия. Это создание команд, которые выигрывают. Потому что в этом плане, наверное, менеджеры очень много могут учиться у футбольных, в частности, тренеров. Что это значит? Ну, это была фраза такая, если на английском сказать, что должен... Вопрос такой был, в чем заключается задача инженерного менеджера. И ответ на английском — это to create winning teams. То есть ты должен создавать такую успешную, выигрывающую команду. Это как бы в общем, если объяснить задачу инженерного менеджера. Ты прав, что, наверное, какие-то коучи спортивные, у них есть какие-то техники и так далее. Но вот эта фраза мне тоже засела. Как бы в чем задача? Это ответ на вопрос, в чем задача инженерного менеджера. Это очень классная, наверное, такая вот сублимация всего того, что человек менеджер делает. Следующее — это что организация становится, скажем, отражением вас. Да, это, кстати, я заметил, вот когда стал менеджером, что мои сильные стороны и недостатки, они отражаются в команде. Мне кажется, любой руководитель, какого бы там ни был масштаба, ну, наверное, особенно как компании всей, он должен себе давать отчет, что вот если что-то у него не так, ну, что-то он там, не знаю, может нехорошо делать, то, скорее всего, ты в организации тоже так же это не будешь делать. Ну, например, я... У меня очень плохо получалось как-то вот праздновать какие-то моменты, да? У меня как-то было все время вот вперед, идем дальше, идем дальше, да? Но на самом деле нужно останавливаться, смаковать эти моменты, праздновать их. И вот я не праздновал, и как бы команда не праздновала. То есть я видел, что как бы вот моменты, это было, грубо говоря, отражение моих навыков и каких-то моих черт в команде. Ну да, это, наверное, как бы наши зеркальные нейроны как-то работают. Если менеджер это делает, значит, это как бы приветствуется. И мы как-то даже, наверное, неосознанно повторяем эти вещи. Следующий — это вот висцепрезидент по инжинирингу от Confluent, да, рекомендации. Что это значит? — Да, он сказал, что типа «Меня никогда нельзя... Никогда нельзя мне делать сюрприз, да? Типа «can't surprise me». Я не сразу это понял, что он имел в виду, потом у него уточнил. Но он имел в виду, что как бы, ну не знаю, вот если ты там поставил какие-то ожидания, сделал перед ним, что такой-то проект, не знаю, в какую-то дату закончен будет, то ты не можешь там, не знаю, в последний момент как-то прийти его и удивить, и сказать, типа вот, не знаю, за пару дней — нет, оказывается, нет, да, не получится сделать проект в какие-то сроки. Ну, грубо говоря, это вот как бы вынести урок из-за такой, что, опять же, коммуникация, да, то есть нужно делать так, как ты сказал, если не получается это сделать, то нужно прийти и как можно раньше об этом сказать, да, чтобы как бы никого, грубо говоря, в кавычках не удивлять плохими новостями. — Отличная рекомендация. Следующее — это о том, что люди помнят, как, скажем так, как ты, как они чувствовали для тебя, да? — Да, да, как ты заставил их себя чувствовать, да? — Да. — Ну, это такое, не знаю, где-то психологическая, наверное, такая вещь. Это просто, мне кажется, напоминание, ну, всем вообще, руководителям, наверное, в частности, что их не запоминают там, ну, не знаю, они, наверное, хотя, чтобы их как-то запомнили, но их будут запоминать так, как вот люди, как они сделали вот людям, ну, не знаю, ты пришел там, какой-то плохой был разговор, да, не знаю, там, как-то некорректно, не знаю, выразился, обидел человека, вот он будет теперь ассоциировать тебя вот с такими вот эмоциями. И, наоборот, как бы если позитивную сторону посмотреть, вот, например, у меня какие были самые хорошие, не знаю, впечатления о людях, с которыми я работал с руководителями, это люди, которые пытались меня как-то подбадривать, да, когда они мне говорили, там, не знаю, ты сможешь, да, это сделать, а я там, не знаю, не был уверен в себе. И, ну, не знаю, какой-то такой момент, да, то есть люди помнят тебя вот так вот, как ты заставил их себя чувствовать. Ты, может быть, ты забудешь все их рекомендации, все их советы, все их слова, но ты помнишь свои ощущения. Да, ты помнишь ощущения, те, которые ты испытывал при, не знаю, разговоре, каком-то взаимодействии с человеком. Мне это напоминает, знаешь, вот этот, наверное, кадр из, по-моему, это был «Железный человек 2», где герой, ну, Тони Старк, он в начале, да, там какая-то начальная сцена, где он, ну, большая звезда, на какой-то конференции выступает, и к нему там, ну, совсем известный человек пытается у него там какой-то вопрос спросить, и он его так вот откидывает, а потом в конце становится злодеем. Да, да. Да, то есть это вот, это вот немножко правильно. То есть если ты, такая, по-моему, фраза есть, да, сейчас попробуем ее перевести, если ты на своем пути наверх кого-то там, скажем так, подрезал, то они подрежут тебя при твоем пути вниз. Да, да. Интересно. Следующее, это вот очень классная рекомендация насчет разделения вопросов «что и как». Да, и мне кажется, это особенно применимо к инженерам, да, то есть проблема с инженерами такая, что когда ты начинаешь что-то с инженерами обсуждать, они пытаются всегда это решить. То есть сразу начинают думать не «how», да, то есть как это сделать. И часто, мне кажется, нужно остановить себя в этот момент, да, и обозначить, во-первых, проблему. То есть что мы делаем, как бы «what», да, то есть какую проблему нам нужно решить. Ну, как бы, иначе люди могут просто решить не ту проблему. Они могут ее изящно решить, но проблема, как бы, ненужную проблему, да. И как бы вот, кстати, вот про митинги, когда мы говорили про встречи, одна вот вещь, которую я пытаюсь сделать часто, это вот отделить что и как. Вот прям явно, да, и некоторым, может быть, это быть некомфортно там на дискуссии, но если не определить задачу правильно, не обозначить проблему, то решение ее может быть, как бы, неоптимальным, либо вообще можно решить другую проблему, да. Как-то так. Ну да, и получается, наверное, это позволяет, как бы, если разделить, то можно там решать, решать эту проблему без ограничений. Да, вот это, кстати, очень важный момент, да, потому что ставится вопрос такой, как бы вот, а как бы мы эту проблему решили, если бы не было ограничений. Да. Женеры сразу начинают думать о всяких ограничениях, да. Типа вот это так у нас, это все правильно, да, это все супер, но иногда нужно вот ментально себя освободить от всех ограничений и просто сказать, типа вот в идеале, как бы мы сделали, забудьте, что у нас есть сейчас, забудьте про все проблемы, да. И это вот как бы такое прозрение наступает у людей, типа, а вот, оказывается, так можно было сделать, да. И как бы в итоге ты приходишь к лучшим решениям и выбираешь как бы нужные проблемы, которые нужно решить. Да, так инновации возникают. Следующее – это вот рекомендация Дэвида Гоггинса, да, встречать, то есть дискомфорт лицом. Да, да, да. Дэвид Гоггинс, да, который написал книгу, какую он can't hurt me, да, то есть меня как бы невозможно меня сделать больно. Твоему, наверное, менеджеру нужно сказать can't surprise me, да, такой сикл. Да, can't surprise me можно написать книжку, да. Книжка интересная, ты, разумеется, наверное, читал. Не, я не читал. Очень интересно, очень рекомендую ее почитать. И вот мне одна из вещей, которая там запомнилась, это вот то, что как вот Дэвид Гоггинс, этот вот человек, который бегает ультрамарафонный, он там был чемпионом, как бы больше всего сделал подтягивания на турнике и так далее, и так далее, то есть вообще сумасшедшие вещи делает. И одна из вещей – это вот он идет навстречу боли, грубо говоря, да. И часто это вот просто напоминание себе, бывают часто такие ситуации, что вот внутренний голос тебе говорит, а не хочу, там не надо, не знаю, там не иди, там, в зал, да, или, например, там, какой-то нужно фидбэк дать инженеру. Неприятно. Как бы ты, всем хочется, чтобы ты нравился, да, людям вообще хочется нравиться другим. А как менеджер тебе нужно забыть про это чувство. То есть если тебе что-то нужно сказать такое, что может больно даже сделать человеку, ну, пойти ему на пользу, это фидбэк, да, то не надо как бы этого бояться, нужно как бы преодолеть. Кстати, классная рекомендация. То есть если вы хотите всегда нравиться всем, то менеджменты для вас, потому что там нужно жертвовать этим. Да, там некоторые люди будут про вас просто ненавидеть. Я уверен, что вот особенно, когда я был менеджером в Твиттере, да, только начинал, если ты пойдешь спросив, что у них про меня, они как бы хороших слов особо не скажут. Ну, да, было вероятно, что я их встречу, и во-вторых, по-моему, такого нет сайта rate.myprof для менеджеров. Да, да, да. Можно сделать. Супер. Разница между тем, что просто выполнять задачи от менеджмента и думать за себя? Да, это, наверное, больше с Confluent'а такой как бы урок, да, то есть в Confluent'е бывало такое, что CEO, наш глава, да, компании, он там скажет что-нибудь на каком-то совещании, да, вот типа, вот нужно это сделать. И, грубо говоря, было два типа людей. Те, кто просто бежали и делали это, и те, кто как-то критически мыслил, и это не делали, а как бы пытались понять, как бы вот, а вот что он имел в виду, да, как бы глубже копнуть, может быть, сказать нет, да, и это было правильнее, на мой взгляд, то есть вот мой бывший менеджер, который меня нанял в Confluent, у него были очень-очень хорошие отношения с CEO, которые из LinkedIn еще, они вместе работали, да, то есть у него был такой как бы, как сказать, социальный вес, да, он мог, он не боялся, грубо говоря, CEO, когда тот говорил, он как бы это фильтровал, он не приходил к нам и не говорил, типа, вот там, не знаю, глава компании сказал, нужно делать это, мы делаем все это, да, он думал своей головой, оценивал как бы правильно это, неправильно, если он не соглашался, он просто мог пойти к CEO и сказать, типа, нет, я не считаю, что это правильно, да, и вот для меня это был такой, знаешь, урок, что вот нужно действовать так, да, нельзя просто брать эти инструкции от руководства, бежать, что-то делать, нужно понимать, как бы, какие задачи мы решаем, а вдруг он просто как-то там случайно это сказал, и даже, не знаю, может быть, это указание противоречит предыдущим там каким-то вещам, да, мета-урок, наверное, это просто думать своей головой и не поддаваться тому, что вот кто-то говорит, там, не знаю, глава компании, там еще какой-нибудь VP, то есть, независимо, какой титул, какая позиция у человека, который говорит, ты всегда должен думать своей головой, если ты не согласен, то нужно как-то это выразить, согласие. Следующий урок, чем больше проект, тем более вероятно, что он потерпит неудачу. Да, да, это вот как бы из личного опыта, чем дольше длится проект, тем, скорее всего, он сломается, да, то есть, почему? ЛРТ, да, тут есть такой проект. Мне кажется, что он становится таким, каким-то, знаешь, ну, слишком большим по стоимости, то есть, очень много, да, во-первых, во-вторых, чем дольше длится, тем больше забывается, как бы вообще, зачем мы это делаем, и те данные, и предположения, которые были в начале проекта, они меняются, то есть, жизнь идет вперед, и то есть, он становится менее актуальным, много чего меняется, то есть, в этом плане, мне кажется, вот искусство заключается в том, чтобы инкрементально, какой бы ни был большой проект, его нужно разбивать на инкрементальные части, и, 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 то есть, вот эту ценность, которую он предоставляет в целом, ее разбивать, и по частям эту ценность как-то вот, ну, в теории, да, по крайней мере, делать, потому что, если ты скажешь, вот сегодня проект, а мы его начинаем, через год мы его закончим, вот эта вот борьба с ощущением, что ты не принадлежишь, принадлежишь этому месту. А, ну, это, наверное, более личное, такое, как бы импостер-синдром, да, потому что, не знаю, я там сходил в сельскую школу, да, поступил в КБТУ, были ощущения в КБТУ, особенно на первом курсе, что вот, как бы, наверное, это не для меня, может, я не потяну, да, или там, я занимался сейлсфорсом, потом пошел в фитер, там стал, там немножко другие были технологии, другой текстак, потом стал менеджером, ну, в том, что это, наверное, более напоминание себе и другим людям, кто, если кто-то в себе сомневается, то, ну, как бы, не сомневайтесь в себе, просто идите вперед. Наверное, каждый дискомфорт, это и есть рост, да? Да, дискомфорт, это и есть рост, да, ну, наверное, слишком долго в дискомфорте тоже, как бы, не надо, то есть ты должен, это, наверное, такие ступеньки, да, то есть ты дискомфорт, комфорт, дискомфорт, комфорт, наверное, нужно их чередовать все-таки. Мне вот понравилась на эту тему фраза Криса Диксона, это партнер, ну, генеральный партнер Андрей Сухорвиц, он говорит, что если вы в течение дня, ну, или там, не помню, какой-то период, если вы перестали получать отказы в своей карьере, значит, вы не, как бы, не пытаетесь выйти на следующий уровень, да, потому что, если вы, естественно, находитесь на текущем уровне, неважно, какой это текущий уровень, отказов, наверное, там не будет, потому что вы, вот когда вы сутитесь в потолок своей комнаты, в пол следующего, следующего этажа, ну, иногда люди будут говорить, да, да, это нормально. Ну, в конце, наверное, вот у тебя был здесь совет про то, как бы ты сделал твиттер успешным, это... Нет, это, кстати, немножко другое, я там так написал, но это было больше про то, что в твиттере часть причины, почему я ушел из твиттера, это как бы, если я себе задал вопрос, как я могу сделать твиттер успешным, это был такой достаточно расплывчатый, абстрактный вопрос, твиттер был слишком большим, да, и то есть вопрос, может быть, я был не такой амбициозный, но для меня это был слишком большой вопрос, а в конфлуенте я мог себе задавать вопрос, как я могу сделать конфлуент успешным, и это был как бы такой вопрос, на который у меня был вразумительный ответ, Какой мой импакт? То есть на всю компанию или нет? То есть если у тебя есть ответ на этот вопрос, то это хороший индикатор? Лично для меня это было, да. Наверное, это соизмеримая амбициям человека. Мне было более комфортно быть в не такой большой компании, где мой импакт был больше. И я видел результаты своих труда, как они влияли на компанию. Отлично. А вот у меня сразу такой вопрос. Как сделать свой твиттер успешным? Свой твиттер. То есть личный, который ты видишь? Да, личная команда, да. Наверное, что-то интересное и полезное нужно писать, мне кажется. Допустим, человек открывает твиттер, ноль подписчиков. Может ли он набрать? Как работают алгоритмы? Ну, я сомневаюсь, что есть какой-то короткий путь, какие-то хаки, как быстро это сделать. Мне кажется, нужно быть каким-то таким оригинальным. В чем-то быть оригинальным, какой-то оригинальный контент писать. Не просто там репостить что-то. Вот если человек пишет что-то интересное, оригинальное, то, мне кажется, это просто вопрос времени, когда у него наберется аудитория, да? То есть нужно как-то... А там сейчас алгоритмы промотят неизвестные аккаунты, как TikTok. Допустим, ты заливаешь TikTok, тебе вообще не важно, сколько у тебя подписчиков, твой контент все равно видит. Да, есть, да. То есть ты можешь заплатить... Это было достаточно долго, сейчас, наверное, они тоже это делают. Да, ты можешь заплатить деньги, это называется промотит аккаунт, да? То есть твой аккаунт, он будет показываться за деньги, да? Другим людям, несмотря на то, что они на тебя не подписаны. То есть да, там тоже можешь заплатить. По-моему, вот бывший инженер в AWS Даниэл Васало, он ушел, и вот по года три, как он такой соло-пранер, да? Публично показывает свою ежегодную выручку себя одного, как соло-компания. Да. И у него один из его таких продуктов, инфопродуктов, это курс, где он, по-моему, помогает, делится советами, как, по-моему, нарастить свою аудиторию до 10 тысяч. У него самого порядка 200 тысяч подписчиков, он знает, о чем говорит. Поэтому, наверное, можем такую тоже рекомендацию дать. То есть какой-то был период, когда очень популярны были треды, да? То есть многие подшучивали, да? То есть там 29 способов, как писать треды, и потом нажимаешь следующее, и там ничего нет уже. Это была реакция на то, что у Twitter были ограничения по количеству символов. Сейчас этой ограничения нет. Я помню, очень хорошо помню тред, наверное, самый тред, который мне прям сильно запал. Это был 18-й год май, когда Навал написал тред про, как стать богатым. Но в богатом отношении не обязательно материально богатым, но просто богатым в самом широком понимании этого слова. Я помню, что я прям сразу же сделал русский перевод этого треда, и Навал тогда ретвитил все оригинальные переводы. Супер. Так получил бесплатный ретвит от него. Ну, на этом, наверное, основная часть нашего подкаста завершена. Остался блок рекомендаций. Ты много читаешь, какие книги ты рекомендуешь, может быть, для наших зрителей. Да, я на самом деле не так много читаю и плохо читаю, потому что я начинаю книги читать, потом мне начинает становится скучно. Я, кстати, тоже не завершаю часто. Скучно и это, да. Ну, кстати, вот последнюю книгу, которую я до конца дочитал, вот ее название. Without a doubt. How to go from underrated to unbeatable. То есть без сомнений, как стать, не знаю, непобедимым из... Недооцененного. Недооцененного в непобежденного, да, что-то такое. Это написала девушка, которая создала компанию в сфере медицинских услуг для женщин. Ну, как бы детали все не буду рассказывать, но очень интересный путь. Она говорит о том, какие были сложности. То есть очень много было сложностей. Вообще, то есть это всюду, да, они сыпались. Несмотря на все это, она как бы шла к своей цели, поднимала деньги, создавала команду. И вот как бы, мне кажется, очень... И плюс у нее интересная личная история, которая связана вот с этим бизнесом, да, связана с ее здоровьем. То есть у нее были проблемы со здоровьем. Ну, она, мне кажется, книга интересна тем, что вот этот путь, несмотря на проблемы. Мне кажется, девушкам и женщинам интересно это почитать. Как бы, да, несмотря на все стереотипы и так далее. То есть как вот человек двигался, я бы ее порекомендовал. Еще другие две книги. Я знаю, что у тебя три рекомендации. Я знаю, что ты это записал. Ну, это на самом деле книжка довольно давно вышла. «Чингисхан и как бы создание современного мира», да? По-моему... «Чингисхан и the making of the modern world». Очень любили ее менеджеры в долине. Полпио такой, да. А, этот про нее писал. Хоровиц. Да-да-да, Бен Хоровиц писал, да. Ну, книжка про Чингисхана, она написана, кстати, западным каким-то ученым, который там несколько десятилетий посвятил исследованиям. Он был в Монголии. Я ее достаточно давно прочитал, но мне было просто интересно как бы узнать, каким он был новатором, да, как он ломал нормы, устои общества своего, его меритократию, как он создал, да, то есть ему было неважно там какого-то племени. То есть старая была система такая родоплеменная, ты там должен был к какому-то племени принадлежать, да, чтобы быть там в каких-то руководящих этих постах. Он все это сломал, и как бы у него была меритократия. То есть он такое построил интересное общество. Потом как бы, мне кажется, сейчас на данный момент не так много таких обществ в современном мире, не говоря уже как бы вот когда там был 13 век, да. То есть это было интересно. И то, что отголоски влияния Чингисхана в современном мире можно на самом деле найти во многом, да. То есть многие вещи, они сложились так, потому что вот было там нашествие, и вот многие вещи, которые он там изобрел и привнес в общество. Десятники, сотники, тысячники – это вот его же, да, по-моему? Да, 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 вот система, структура войск. Ну это, в принципе, наверное, современный менеджмент, в общем-то. Ну может быть, да, 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 да. Конечно, там мы не говорим о всяких моральных вопросах, там об убийствах и так далее, речь не об этом идет. Что-то еще? Ну вот Дэвид Гоггинс, кстати, я бы порекомендовал книжку «Can't hurt me», да, то есть мне невозможно сделать больно. «Master your mind and defy the odds», да, то есть стать, не знаю. Угу. Я помню, что ты читал книгу «CEO Snowflake», Ампита, по-моему, называется. Рекомендуешь ее прочитать? Я ее начал читать, не закончил, но да. Я тоже начал, потом подкаст послушал. Такой прям суперэнергичный мужчина. Фрэнк Слутман, да. Фрэнк Слутман, CEO Snowflake. Это такой, да. Мне кажется, про него это интересно читать со стороны, его наблюдать и восхищаться, но работать на него. Но не быть у него. Да-да, не быть у него. Так же, как вот Илон Маска, можно со стороны. Но работать на них, мне кажется, это будет такой ад. Ну да, да-да. Ну да, крутой чувак, кстати. Вот он CEO Snowflake. Он до этого делал какие-то кампании. Ему за 60 лет уже. Он в какой-то момент ушел на этих парусных яхтах путешествовать по миру, когда ему было уже за 60. Потом понял, что это слишком скучно для него и вернулся. И вот теперь опять. В этом плане Том Сиббл очень похожая история. Он Сиббл Систем продал Oracle. Потом стал, не знаю, путешествовал долгое время на сафари, не знаю, на слонах. По-моему, он даже травмировался. Потом создал компанию C3.ai. Да. И выбил ее на IPO. Да. То есть уже будущие, сколько? 70-плюс лет. Да. Потому что компания может создавать в любом возрасте. Любом возрасте. Кстати, у тебя была книжка, тут ты ее убрал почему-то, называется Build. А, ее один из гостей попросил. У нас такая как бы общественная библиотека. Гости некоторые забирают эту книгу. Да, Тони подал. Подал книгу. Супер книжка, наверное, на 25% я прочитал. Ну вот там Тони Фадал, да? Да, да, да. Пишет. Вообще классная, уникальная книжка. Рекомендации, не знаю, подкастов, может быть, кого ты слушаешь? Подкасты? Я на самом деле подкасты слушаю те, которые я услышал из твоего подкаста, рекомендации. Пост-фаундерс и так далее. Ну не особо, я… Acquired founders. Да, Acquired founders, потом the all-in. Ну, all-in у меня как бы отношение меняется. Я к ним намного более скептически отношусь теперь, потому что они говорят… У них слишком много… Политической агентой. Да, BS. Плюс они все обожают маска, молятся на него. Они, кстати, да, они прям не могут объективным… Наверное, единственный, кто объективный к маску, это Дэвид Фридберг. Да. Потому что, да, он единственный такой… Остальные боятся что-то говорить, потому что он их не пригласит на следующий запуск SpaceX ракеты. Да, да, да. Это вот, кстати, вот одна такая есть, как, не знаю, максима в жизни, которая гласит «Друзьям все, врагам закон». И вот это вот на самом деле правда проявляется, да. То есть вот эти вот люди, которые вот в этом подкасте all-in, да, они вот такие вроде бы все всегда такие… Рациональные, да. Рациональные, всегда смотрят на данные, да. Но когда дело касается, не знаю, там, друзей… Ну, наверное, мы все такие… Да, скорее всего, скорее всего. Они закрывают глаза на все. И это вот проявляется, кстати, в работе тоже во многом. Если у человека хорошее отношение с кем-то, то как бы они будут закрывать глаза на… Здравый смысл вылетает ворточку. Да, 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 да. Я, кстати, вот порекомендовал бы в Ютубе такой, знаешь, про здоровье. Мне кажется, я, кстати, начал это немножко изучать. Вот, как бы, не знаю, углеводы, там, белки, такие вот вещи, холестерин. Есть такой доктор Стэн Экберг. Рекомендую его послушать. Он многие говорят вещи, то, как бы, не знаю, правильное питание, как работает холестерин и так далее, и так далее. То есть много мифов, на самом деле, на мой взгляд, существует насчет полезного питания, что нужно есть, что не нужно есть. И вот нужно… Вот я бы его порекомендовал. Угу. Так, фильмы художественные, документальные? А, фильмы. Вообще, мой один из самых любимых фильмов – это «Бэтмен», «The Dark Knight». Это какой из них? Это «Хит Леджер». Второй из них. А, прям совсем, да. Да, ну, я не знаю, какие-то философские уроки оттуда, наверное, особо нет. Мне просто нравится игра «Хита Леджера». Это последний, по-моему, фильм, да? Да, он потом умер, к сожалению. Вот просто игра актера. И, наверное, фильм еще тем, наверное, мне запомнился, что вот он, как бы, такой нетипичный блокбастер, да, там, какие-то философские моменты, неочевидный вопрос, ответы, вопросы, да, то есть, как бы, там, не знаю, «Спасешь ты друга», там, или, там, «Возлюбленную», «Возлюбленную», да, или «Всегда ли хорошо говорит правду», или «Где-то есть». То есть, такие очень интересные… Кристофер Нолан поднимает интересные такие вопросы, на которые, ну, нет правильных ответов, да, то есть, он такой философский в этом плане. Что еще? Один из любимых, ну, это, наверное, многим нравится тоже, «Godfather», да, как «Крестный отец». Ну, это классика. Мне что в нем нравится… Ты сегодня смотрел? Да, и вывод могу смотреть много раз, пересматривать. То есть, мне что в нем нравится, это одна из вещей, это вот путь Майкла Корлеоне, да, то есть, вот, и вот такая трансформация тоже. То есть, когда он там был солдатом, таким робкий такой какой-то пришел, совершенно другой человек, такой молодой парень, потом трансформация вот в главу вот этого всего клана, да, и какой он там стал в итоге такой, не знаю, холодный, рациональный, жестокий, актерское мастерство, и вообще, вот, как бы, такое изменение человека, и наблюдать за этим – один из моментов интересных. Ну, одно из твоих хобби, я знаю, вот, уже на протяжении десяти плюс лет – это сноубординг. Такой дилетантский вопрос. Сколько нужно часов новичку, чтобы начать получать от этого удовольствие? Три дня. Три дня с тренером, да? Ну, я бы, да, рекомендовал три дня с тренером на сноуборде, потому что проблема сноуборда, сноубординга, в отличие от лыж, это то, что человек может на лыжи встать в первый день, это как бы более интуитивно, да, у тебя как бы две ноги прямо и лыжи, и ты как бы поехал. А в реальной жизни как бы люди боком вот так вот не двигаются на доске. То есть нужно преодолеть свою интуицию, да, свои вот эти вот какие-то вещи, которые в тебя встроены. Три дня. То есть три дня. Я с 2018 на самом деле занимаюсь. Нет, ну, ты занимаешься туда, но ты, в принципе, начал как бы вот так вот рекреационно пораньше, да, до этого еще? Ну, 18, нет, 18. А, 18 начал? То есть я был на лыжи до этого, да. Я, кстати, вот сноуборд, для меня это что, это как медитация, да, то есть это я, это склон, это доска, и там, не знаю, кричащие мои дети сзади. Ну да, они тоже хорошо катаются. А вот какой у тебя внутренний вызов сейчас в сноуборде? Чего ты хочешь добиться там? Да, прикольный вопрос. Сноуборд мне нравится тем, что, да, там вот эти навыки, да, там уровни открываешь один за другим, но сейчас я работаю над тем, что как бы вот ездить и туда, и левой ногой вперед, и правой ногой, switch называется, да, то есть свиче кататься, и потом, наверное, какие-то прыжки делать. Ну, не на трамплинах, а вот как бы там такие называемые side kicks, да, когда ты делаешь. Кстати, знаешь, что ты так классно делал Рахат? А, ну он, кстати, хороший. Рахат намного лучше, чем я катается, да, привет, Рахат. Он на этот jump делает и switch делает хорошо. Он, мне кажется, начал в одно время, когда он начал боулинг. Это, наверное, лет 15 ему было. Да, у него опыт такой больше. То есть он накопил в детстве там прям опыт. А любимые горнолыжные курорты? В Калифорнии. То есть Palisades, Tahoe. Вот все, что связано с Tahoe. Там есть озеро у нас. Четыре часа езды от нас. Там вокруг него много резортов, курортов. То есть там, да. Ты смотрел на Олимпийских играх, как вот это вот, где Шон Уайт раньше золото брал? Как это называется? Мне кажется, нет. Halfpipe? Да, Halfpipe, да-да-да. Ну, может, отрывки только смотрел. Я видел последнюю Олимпиаду, по-моему, в Пекине она была. Она была в 20... Ну, Пекин 2020, но она была, по-моему, в 21... Она была в 21-м, на самом деле. А не в 22-м. Она была в 22-м вообще. То есть они с двухлетним опознанием... Мне очень понравился этот ивент. Там такие трюки ребята делают. Да-да-да. Там, по-моему, везут Аюми Хирано, гипонец. Там вылетает... Не знаю, сколько там? Тысяча градусов потом приземляется еще на ноги. Да-да-да. Там вообще фантастика. Удивительно, конечно, что они делают. А как бы следующий этап будет? Нет, я не буду. Это называется парк. То есть вот это вот место, где Halfpipe. Это в парке, там другие. Я, мне кажется, уже не... Не увлекаюсь. Я слишком уже такой risk-averse, знаешь. Не хочу ломать себе руки и ноги. Да-да-да. Все понятно. Ну, у тебя есть группа WhatsApp, которую ты создал. Называется «Проблемы и решения». Да. Она, наверное, очень интересная группа. Там делятся идеями для стартапов, как вы понимаете по названию. Да. Расскажи про свои следующие планы. То есть после 10 лет на менеджерских позициях в топовых компаниях на линии, что ты планируешь делать дальше? Да. Ну, в идеале я бы хотел сделать что-нибудь свое. Это, разумеется, легко сказать, сложно делать, да? Simple, but not easy. Из всех вещей, которые я думал, которые наиболее мне близка, это вот такая тема о благополучии, безопасности детей и родителей, да, в цифровом веке, да? Как бы в цифровом мире. Что я конкретно, если под этим имею в виду, вот, например, у меня сын просит телефон. Он уже идет в 6 класс, пойдет в среднюю школу, middle school. Его аргументация такая, что как бы вот у всех есть, уже у меня нет. И как бы что делать, да? То есть ты можешь ребенку дать телефон с одной стороны и сказать, типа, окей, вот пользуйся, да? Но с другой стороны, как бы какой-то контроль должен быть все равно, да? То есть, по крайней мере, по времени ограничения, может быть, там какие-то приложения для детей не подходят и так далее, и так далее. То есть там очень много нюансов. И вот, в общем, меня стала вот эта тема интересовать на данный момент. Я там некоторые вещи поизучал. И, ну, наверное, скорее всего, как-то вот двигаться по этой теме я бы, наверное, хотел. Угу, отлично. Ну, в завершение у нас вопрос для публики. Какое бы, что бы ты хотел узнать у нашей аудитории? Да, ну, наверное, вопрос я свяжу с вот этой темой последней, да? Как бы благополучие и, не знаю, безопасность, ну, пусть будет, детей в цифровом мире, да? То есть, дети пользуются айпадами, дети пользуются телефонами, смотрят YouTube, играют в игры, общаются. Ну, в основном это все, конечно, безопасно и хорошо, но, ну, и как бы бывают там проблемы, да, разные. То есть, дети залипают на все это, не знаю, могут с какими-то людьми странами общаться. То есть, вопрос такой, что, какие меры предпринимают зрители данного канала и предпринимают ли вообще, вот в том плане, вот когда дети, их дети, либо, не знаю, там, младшие братья-сестры или родственники пользуются всякими гаджетами. Что их беспокоит? Какие проблемы их беспокоят? И что они делают по поводу этих проблем? Интересный вопрос. То есть, особенно в свете, помню, появился фильм «Социальная дилемма» на Netflix. Вопрос для будущих и текущих родителей, а также тех, у кого есть там братишки и сестренки есть. Какие вы делаете шаги для того, чтобы, скажем так, помочь своим детям или братьям-сестрам в формировании там их информационной диеты или безопасности в цифровом мире? Да, да. Примерно так. Оставляйте свои комментарии в блоге комментариев. Да, с удовольствием прочитаем и потом передадим Шамилю. И, наверное, будем надеяться, что эти отзывы пойдут за основу, может быть, следующего проекта, который Шамиль намеревает создать. Шамиль, спасибо большое за участие и до следующих встреч. Спасибо вам. Субтитры fattofer. Все комментарии! Бimage, стрельба! Субтитры придумал DimaTorzok Игай.